И через несколько уже, наверное, секунд начнут первый домашний поединок 2015 года. Начинали мы этот год на выезде, начали, к сожалению, не лучшим образом. Наверное, ожидаемо проиграли на выезде Краснодарскому Динамо, ну а затем также на выезде уже обидно уступили Челябинскому Автодор Митару. Прошлый тур получился вообще сложным, в первую очередь для нас, потому что наш главный соперник, Ленинградка, одержала победу над Уралочкой в трех партиях и обошла нас в борьбе за это самое девятое место. Ну, в общем-то, там сюрприз преподнес и Саратовский Протон, который на тайбрейке вырвал победу у столичного Динамо. Так что вот сегодня у нас такой матч, что очень важно попытаться вернуть себе это самое девятое место. Понятное дело, что от стыковых матчей даже девятое место нас не спасет, но с точки зрения психологии, конечно, бы хотелось это самое последнее место покинуть. Соперник у нас сегодня подмосковная Заречья Одинцова, команда, которая в том году впервые в истории завоевала Европейский Кубок Вызова. К сожалению, в чемпионате заняла только шестое место, но в этом сезоне стоит задача быть в пятерке. Это как минимум, а лучше всего быть в квартете сильнейших, быть в финале, а там, глядишь, повыше. Сейчас Заречья идет на пятой позиции. Команда именитая, команда, которая заметно обновилась. Ну, а трансферной политикой, наверное, как в одной из пауз поподробнее остановимся. Сегодня посмотрим, что сегодня сможет наша команда противопоставить чемпионом России, двукратным чемпионом России, многократным овладелем Кубка России, серебряному призеру Лиги чемпионов, команде, в которой двукратная чемпионка мира, команде, в которой сразу три игрока сборной страны. Но, с другой стороны, у нас тоже теперь есть в составе чемпионка мира Мария Брунцева. Ну, а еще одна чемпионка, в данном случае олимпийская, по традиции, сегодня на комментаторской позиции. Ирина Петровна Макогонова. Ирина Петровна, добрый вечер. Добрый вечер, любители волейбола. Пожелаем удачи нашей команде. И желаю всем командам показать очень красивый и хороший волейбол, чтобы мы все получили огромное удовольствие. И, конечно, очень хочется, чтобы наши победили. Ну да, победить будет сложно, но, с другой стороны, в Суперлиге слабых соперников нет. Это показали. И главное побороться, не разочаровать болельщиков, которые вновь, практически до отказа, забили арену. Может быть, не самую вместительную, конечно, не такой аншлаг, как был на Гамовой. Но, тем не менее, интерес очень и очень большой. Да, много детей, много молодежи, что приятно. Тем более, что у нас проходят молодежные лиги сейчас этапы. И многим молодым. Вот гости мы видим. Протон приехала команда Саратовского облача. Всем интересно посмотреть на противостояние двух команд из Суперлиги. Ну, с Богом. Давайте, девчонки. Ну что ж, на подаче первого гостя Ольга Ефимова. Поехали. Снимаются гости. Смягчили блоком. Хорошо, хорошо. Ах, у нее удачная передача, да. И ошибку. Да, касание серпи. Мы пошли вперед. 1-0. Повели. У нас на площадке Пронина, Бирюкова, Лукомская, Фролова и наш капитан Олей Шаравский, ну и Либера Дарнемова. Ой. И снова, и снова ошибаются гости. В сетку прилетает мяч и второе очко. Ну, в общем-то, и в поединке с Челябинским Автодором тоже вели. Но вот наши пресловутые концовки не совсем у нас удаются пока. Поэтому очень важно не только хорошо начинать партии, но и держать вот этот победный почин, победный результат до конца. Да, надо найти свою игру, наладить свои связи, которые они уже натренировали в том году. И просто выполнить грамотно все тактические и технические действия. И тогда получится хорошая игра. Мы будем ждать. Мы будем ждать, да. Тем более, что дома-то, в общем-то, неплохо играем. Пусть, может быть, не всегда есть результат, но по самоотдаче редко, когда у нас есть проблемы. Ну, да, немножко в концовках, потому что нет уверенности. Спасаем, спасаем. Прием был не очень. Да, ох, какой. Отлично. Пронина поднимает. А вот здесь, к сожалению, не очень удачный прием получается после этой скидки. Какая-то мельница получается. Спокойно надо, девчонки. Не надо махать так руками, размахивать. Найдите свою игру, найдите свое место на площадке, и у вас все получится. Ирина Воронкова. Хорошая подача, да. Хорошая подача, да. Комская и Шаравская. Либера, да, на месте. Поверхло, когда удар такой, в первую зону. Ирина Воронкова приносит третье очко своей команде, выводит вперед заречья Одинцова. Ирина Воронкова, кстати, победителем Лиги Чемпионов в составе Казанского Динамо прошлогоднего. Хорошо спасает Аллилуева. Ну, сзади спокойно, спокойно. Высокая передача. Хороший, обманный удар, да. Обманный удар, и увидели зону свободную. И скинули туда мячики. Ну, у нее рост, да, рост довольно-таки... 4-2. Да, метр девяносто. Команда молодая, амбициозная. Заречья Одинцова, конечно, она будет завоевывать свои места на площадке игроки, чтобы стабильно стоять в составе. Не смогли хорошо принять. Да, усложнили очень, усложнили подачу. Ну, это была подача Анастасии Бавыкиной, члена сборной России. С 2010 года выступает. Перерыв берет наш тренер, да, чтобы сбить подачу. Сбить очень сильную подачу, может быть, чуть-чуть. Она ослабит после перерыва. Сейчас самое главное – переход. Переход. 2-5. 2-5. Пока уступаем. Да, в этой расстановке 3 очка мы проиграли. Ну, давайте скажем, что в межсезонье коллектив Заречья покинули основные игроки, многие, связующие Екатерина Косиненко и блокирующие Елен Гемельянова, Валерия Гончарова. Это игроки Ольга Букрея, в общем-то, те игроки, которые составляли, ну, так скажем, ну, не костяк, но очень много работы выполняли на площадке. Основу. Да, но с другой стороны, что радует и радует тренерский штаб, что и Наталью Малых в строю, и Ирину Фетисову, и та же Бавыкина, конечно, Юлия Меркулова. Есть возможность молодым проявить себя. Да, то есть очень хороший, грамотный склад. Перспектива. Перспектива. И молодых. Есть молодым, на кого равняться, за кем расти. За кем идти, да. Да. Шаравская хорошо блок-аут. От блока вау, да. Очень грамотно не стало ломиться через высокий блок. Сейчас спокойно, стабильно удерживаем. Навязываем, находим свою игру. Находим. Можно с ними играть? Можно поспокойнее немножко. Олеся на подаче. Главное не волноваться, не раздаривать очки. Как всегда. Технически грамотно все выполнять и все на своих местах. Все, что они умеют. Все. Вот. Либера играла очень близко. Конечно, назад очень тяжело перемещаться, чем вперед. Она очень близко вышла. Да, и Наталья Малыш что очко приносит. Она, конечно, в угол прям пятой зоны, очень хорошая. Можно сказать, даже не очень сильная, но грамотная. Грамотная, да. Зрячая была выполнена. Подача сильная, планирующая, да, без прыжка, но планирующая. И под Пронину. Хорошо. Пробивает блок. Молодец, Люба, молодец. Давай, находи, находи. Ты можешь. И очень даже хорошо атаковать. Ну, и впервые появляется в составе Воронежской команды на нашей площадке Мария Брунцева. Чемпионка мира 2006 года. Серебряный призер Гран-при. Пожелаем удачи Марии в составе нашей команды. Понятное дело, что уже не 18 лет, но Мария борется. Нужно сыгрываться, да. Сейчас она должна еще чувствовать в игре, что рядом с ней. Одно дело быть чемпионкой мира, но другое дело играть в клубе. Но буквально вот наши зрители перед началом трансляции, вот в нашей программе «Марафон» было интервью. И Мария очень позитивно настроена. Очень хочет помочь воронежской команде. Очень хочет помочь молодым выйти на уровень. Конечно, с ее опытом. Я думаю, что у нее есть чему поучиться. Главное сейчас показывать свою игру стабильную. И все будет хорошо. Молодежь тогда не будет мандражить и чувствовать поддержку. Ну, ее с каждой игрой все больше и больше вводят в игру. Прошлые игры она больше проводила на замене. Ну, вот сегодня, я думаю, что, понятное дело, после травм, понятное дело, жду поломана хорошо за эту карьеру свою физически. Но я у нее спросил, сложно ли мотивировать. Она говорит, нет, я больше думаю, как бы мне, никак вот вообще можно закончить карьеру. Она сейчас не представляет, как можно закончить карьеру. Ну, если есть желание, то любой возраст можно покорить, да. Можно покорить любой возраст, так что... Будем заширить, с сожалению. И на первый технический перерыв уходим. В роли. Аутсайдеров пока 5-8. Три очка разницы. Давайте расскажем нашим зрителям, что буквально час, на час до начала этого матча, здесь же, на этой же самой площадке, наша мужская команда «Кристалл» играла в Столокубышевской новой. И в очень драматичном поединке в четырех партиях, к сожалению, наши парни уступили. Не удалось закрепиться в первой партии, но и во второй, и в третьей, и в четвертой буквально все решалось. Концовка на подаче, да. Проиграли 23-25. И чуть-чуть не повезло, просто не повезло. Поэтому всех воронежцев приглашаем завтра сюда, здесь будет повторный поединок. Приходите. Четыре часа начала матча, поболейте за парней, к сожалению, угодили в такое пике. Уже девятый матч проигрываем подряд. Да, немножечко спаднула. Переломить, переломить. Но опять-таки общался с капитаном Андреем Пенкиным и с наставником. Они говорят, что никакой паники. Все понимают, что ну да, есть неудачи, но это никак не влияет чисто психологически. И это хорошо. Не, ну хорошие дружные коллективы, ребята настроены, да, и подбор хороший. Я думаю, что они должны завтра показать бой. Да. Хорошие, да. Да, 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 да. Хорошо, и наши девчонки сражают. Да, мяч держится, очень хорошо блокировали сейчас. Отлично. Ирочка Аллилуева, воспитанница воронежского волейбола. Первый тренер, заслуженный тренер СССР и Казахстана Евгений Петрович Лавкин. Он сейчас присутствует на матче. Я всегда за нее болею. Приятно смотреть на воспитанницу. Да, это самый очень фанатичный игрок, очень преданный волейболу. Просто у нее можно многому поучиться. И терпению, и трудолюбию, и травмы были, но она не сдается. Ох, то ли я тебя сглазила, то ли ты что-то прям услышала не то, что надо. Ирочка, ну-ка ручки подними спокойно и не дергай ими. Очень сильная подача. Что в составе Заречи, но пока нет на площадке, но приехала Марина Деброва, которая тоже... Была она, у нас играла в воронежской команде, да. Очень сильная подача, очень сильная, да. Хорошая розыгрыш за головой, да. В догонку. Очень молодая команда, да, Заречи, Одинцова, но перспективная, подбор, высокорослая. Ирина Воронина. Рисковала, рисковала, но сильная подача. 6-11. Ничего, ничего, девочки. Боритесь, боритесь, нормально. Мы знаем, что тяжело, и очень высокий уровень, и мастерство у тех команд. Но мы все любим волейбол и ждем игру хорошую. Мы с Казанью боролись, и с Москвой боролись, ничего. С трудом отыграно, не имеют права сейчас не подавать. С трудом получили право на подачу, и первая подача – баут. И с трудом обращаются с подачей, и остаются с подачей гости. Соперники. Рептилина Ефимова. Аллилоева прием. Шаравская. Ох, чуть-чуть не потянулась. Да, легко в угол и не сильно, но грамотно. Да, свободную зону, первую зону. Оставили, оставили незащищенный площадку. И аккуратно в этот уголок положили мяч в гости. 6-13. Бирюкова. Аллилоева. Шаравская. Хорошо. Ох, очень трудный был сейчас, да, мяч. Обыграть его на стежке, и она грамотно, Олеся. Не знаю, кулаком, чем она там, ну, перебросила и выиграла. В одной половине площадок. Молодец, молодец. Она спасла этот мяч и принесла очко для нашей команды. Да, Мария Брунцева. 7-13. Маша. Ну, хорошо. Разобрали игроков и сзади сыграли. Молодцы, хорошо. Мягчили, отлично. Пошли за очком. Ну, дружненько, грамотно. О, отлично. Хорошо, Люба. Хорошо. И есть восьмое очко в нашей копилке. 8-13 счет. Ох. Не дотянулись, к сожалению, в этом эпизоде. Снова минус 6. Двоем пытались за ним пойти, кстати, чуть не дошли. Ногами, ногами. И на подачу Ольга Ефимова. Новичок команды. Встреча. Прием был, да, на ту сторону. Нашей связке неудобно было пасовать. Они очень усилили подачу. Видимо, установка была тренера. И у них получается, да. Они практически не ошибаются на подачу. Ну, надо заставлять, пытаться заставлять. Шаравская. Лукомская. Пронина. Давай, Люба. Хорошо. Молодец. Молодец. А второй линии атакует. И очень грамотно. Пока все получается. Вот и надо загружать ее сейчас связующим игроком. Да, у нее игра хорошо складывается. Больше на ней строить атаку, да. Ну, сейчас прощупают наши девчонки, где у кого идет. Да, разведка идет, разведка. Чуть-чуть немого не дотягивается. Нет, на коленях не надо ползать. Лучше ногами добежать. Все получилось бы. Чуть-чуть. Что же на коленях? И второй технически у нас тайм-аут при счете. Защита – это самая главная задача, выбор места. Работа ног. А когда этого не делается, конечно, мяч и не поднимается. То есть тут очень грамотно. Надо смотреть, где передача, куда атакуются. Если за антенну, то нужно строить защиту больше к боковым линиям. Потому что никак уже в линию не попадут. Здесь нужно читать постоянно игру. И причем прочитывать чуть наперед. Прочитывать. Да, прогнозировать. Тем более игрок задней линии. У него есть время смотреть за передачей. Пока мяч, да, дойдет до него. Поэтому это непростительно. Нужно обязательно бросаться и пытаться достать их. Тем более игрок Либера. Ну что, 9-16. 9-16. Давайте скажем, что болельщики из Одинцова приехали и очень поддерживают. Да, здесь вот группа поддержки. Человек 20. Зачастую их даже, они даже громче наших болельщиков. Но это, думаю, временно, пока команда выигрывает. Да, у них там приспособления. Они вооруженные. И дудки, и флаги, и хлопушки. Если руки устанут, у них, да, есть свои там ладошки деревянные. Вот они пошли, ладошки деревянные. Вот это вы сейчас слышите, это как раз эти болельщики Одинцова. Аллилуйя. Ира, я тебя, наверное, перехвалила. Наталья Малык сейчас. Вернись на родину, на площадку и прими нормально мяч, как ты можешь. Очень сильная подача. Сядь чуть-чуть пониже. Не бей мяч руками. Его и так с такой силой подают. Потому что гости знают, как добивать такие мячи. Наталья Малык. Очень смелая подача, да, рискует. Но подача очень хорошая у соперника. Передача, да. Блок, передача такая не очень хорошая. Прям на блок. И там действительно делать что-то с ним очень сложно. Но согласитесь, Заричи очень хорошее впечатление пока производят. Они сейчас в хорошей форме. Такое впечатление, что они только сейчас начинают сезон. Они очень свежие, выглядят очень хорошо. То есть они готовы к туру. Но молодцы. Это спасибо. Это нам очко, подарок. Нельзя тогда в гостях. Надо и нам давать возможность. Что, Олесь Шаравская. Не только нам ошибаться, но и вам. Давай, Олеся. Чуть-чуть. Куда им столько? У них уже 18, у нас 10. Можно чуть-чуть нам. Конечно. Надо показать игру немножко, чтобы мяч подержался, чтобы было интересно. Ох, подняли. Отлично. Молодец. Молодец. Так это вокруг звездочки летает. Ну да, да. Ничего. Держится головой. Удар прямо пришелся в голову Дарьи. Ну, она не упала, да. Она не упала. Да, ее улыбается. Выстояла. То есть нокаута не было. Легкий шок, но это... 10-19. Временное явление. Пронина. А, да, там блок был. Почему? Ну, было касание, было. Касание было, вроде бы, да. Ну, что-то первый судья не заметил. Ну, нам бы хотелось, чтобы было. Нам бы очень хотелось. И что? Второй берет тайм-аут. Ливон Джигинян. Главный тренер воронежской команды. Ну, и давайте расскажем о том, что команду за речью Одинцова тренирует Вадим Анатольевич Панков, заслуженный тренер России. В 2008-2009 году был главным тренером национальной сборной России. До этого поработал и в Уралочке, и в Москве. С 2003 по 2007 был тренером за речью. Ну, и вот снова вернулся на пост. С командой как раз-таки все основные титулы и завоевал. Сейчас назначен главным тренером второй сборной. Катя, в общем-то, в федерации и уже давно отвечает именно за молодежь, за подрастающее поколение. Ну, я хочу еще немножко дополнить. И очень приятно. Его супруга Марина Панкова. Олимпийская чемпионка 1988 года. В Сеуле. Да. Вот такая спортивная семья. Дочь у них играет в волейбол. Катя. Замечательные люди. Фанаты волейбола. Ну, и вот сейчас передают мастерство, опыт. Тренер ведет свою команду в бой на протяжении многих сезонов. И все получается по большому счету. Да. А Люба молодец. А Люба тройной блок. Хорошо, грамотно. Вот то, что мы и говорим. Надо через нее больше строить сейчас атаки. Но для этого нужно принять мяч, поэтому они усложняют подачу. Поэтому посмотрим, как будет складываться дальше. Ну, а соперник делает все, чтобы не удалось это Люба. 11.20 и Фролова Наташа на подаче. Ох. Да. Наталья Малых. Ну, не зря она член сборной команды России. Очень хорошая, видимо, коронная. Это удар у нее. Чемпионка Европы. Победительница универсиады в Казани. Мастер спорта международного класса. Поднимаем. Мяч на нашей половине площадки. Кравченко. Молодец. Грамотно, технично, да. Не стало сильным ударом. Накат такой. Тоже очень хороший удар. Двенадцатый. Надо, что он принес очко. Это самое главное. Главный результат. Любовь Пройна сейчас на подаче. Вот это удар. И получается со второй линии с какой силой. С какой силой, да. Очень атлетично. Очень атлетично, девчонки. Из Одинцова. Но нужно сказать, что вообще в Одинцово волейбол очень хорошо развивается. Там уникальный центр волейбольный. И в Подмосковье волейбол, в общем-то, ценится. Да, уже много лет сколько. Уже команды у них там. Мне кажется, мы у нас в Воронеже что-то подобное сейчас создаем. Где уделяется много внимания молодежи и основной команде. Не, ну то, что действительно у нас в области очень много построено. Практически в каждом районном центре. Даже у меня на родине, в селе построены спортивные залы. Где двойки, где с бассейнами, с различными этими. Поэтому, я думаю, не за горами развития. И волейбол выйдет у нас и так. Сейчас идет по массовости на первом месте. Я думаю, мы с футболом. Делим. Поэтому мы обязательно наработаем. Наработаем. С такими руководителями, как Максиму Осевичу, как Ирину Петровну. Нам повезло. Нам повезло. У нас хороший коллектив. У нас и детские тренеры. Волейбол не имеет права не идти в лидерах области. Самое главное сейчас всем вместе построить нормальную систему работы. И я думаю, мы еще о себе. И потом пойдут результаты. Они никуда не денутся. Конечно. Ну а у нас? У нас благодатная земля в Воронежской области. Благодатная и на таланты, и на игрушки. И плодородная, да. У нас хороший воздух, хорошее питание. Все есть для того, чтобы... У нас все есть, да. Все есть для того, чтобы были чемпионы. И жители, и красавицы, и девушки, и ребята. Я думаю, у нас все получится. Но тем временем чуть подсократили отставание воронежские и наши волейболистки. 15-23 сейчас счет стал. Подарили очко нападачи гостям. Нападачи у нас Мария Брунцева. Хорошо, он не на силу, а на точность. Ирина Петисова еще один игрок национальной сборной. 20-летняя волейболистка. Которая в Заречье уже четвертый сезон проводит. Приносит 24-й очко и 9 сетболов. Бронина хорошо с второй линии. Опять эту... О, хорошо, сейчас это была скидка та же. Что она до этого выполняла, но... Ну, кто кого перехитрил... А, перехитрил. Малых, смотрите, все-таки в линии. Вот ее коронный удар. И она уже поняла, что он выигрышный. Да, и не одну очко уже принесла именно вот из такой позиции. Ну что, 15-25. Какие-то промежуточные итоги давайте подведем. Вроде бы пытаемся нащупать игру. И, в общем-то, что-то получается. То есть, не безнадежно. Будем надеяться, что сейчас правильные выводы сделает наш тренерский штаб. Внесет свои коррективы. Знаем мы, что второй сет обычно лучше всего выдается нашей команде. Потому что оперативно проводим работы над ошибками. Что нужно улучшить, на ваш взгляд, сейчас? Прием. Прием, Ваня. Потому что от приема все зависит. Да, провалились на приеме. Очень они усилили, усложнили саму подачу. А мы просто его подбивали, а то и вообще проваливались. То есть, сейчас нужно хотя бы поднять этот мяч, чтобы шел розыгрыш. И все. Сейчас чуть-чуть прибавить прием. У нас на блоке ни одного очка, Ирина Петровна. Ну, блок это уже в этом. Сейчас хотя бы начальное, что есть, это все начинается с приема. А потом уже, да, дальше. Внимательно разобрать своих игроков. Не бросать. Линия следит за крайними и блокирующие в центре. Ну и нужно отметить, что всего две своих ошибки допустили. При том, что у Заречья шесть. В этом плане, как бы, Заречья не безошибочно, но нам пока это не помогает. Ну, да. Ну, много, да. Сейчас просто чисто свои технические ошибки. И немножко так, как бы, подрассыпались, я думаю. Какими-то моментами действовали не командой в одиночку. То есть, сейчас нужно всех обязательно собрать в единый кулак. И попробовать. Один атакует, второй страхует его. И постоянно идет движение, и постоянно идет выбор. Слабо сыграли в защите, да. Либера нужно сейчас прибавить. И бросаться под мяч, и показать. Нужно достать несколько трудных мячей, и тогда игра пойдет. Это очень много. Ну, почувствует уверенность, да. Это заводит. Тогда почувствует, что можем. Но мне кажется, все равно первый сет не должен выбить из колеи. Наоборот, должен придать определенной уверенности. Вот. Тем более, действительно, мы играем первый сезон. Да, задачи стоят. Там, показать что-то, остаться что-то. Но задача стоит одна. Показать хороший волейбол. Да, играть, учиться играть. Наша команда. Вот и все. Не рассыпаться. Очень дружно. Сложно выиграть, да. Очень хорошая команда. И сборницы, и опытные, и мощные, и по подбору, и по высокорослые игроки. Ну, у нас тоже игроки опытные в волейболе, да. Пусть там не в командах в Суперлиге, но в волейболе не новички. То есть, ничего. Я думаю, сейчас эта партия должна быть. Тем более, что, в общем-то, уже перевалил за экватор чемпионат. И тоже уже пороха Суперлиги почувствовали. Я думаю, уже и дебютантами, как бы уже... Если ты не знаешь, что это дебютант, то так сразу и не скажешь. Конечно, тем более, они играли с ними на кубке, участвовали в турок. Ну, давайте напомним, что все-таки в первом круге, это был самый первый выездной поединок, как раз-таки был в Заречье 500. И там одну партию-то мы взяли. Поэтому, я думаю, сейчас тоже не за горами. Мы будем ждать одну партию, а то, может быть, и две, и тогда очко. Да, а там дойдет дело до тайбрейка. Как говорится, Надежда умирает последний. Но тут, как говорится, Надежда у нас не безосновательная. А без Надежды, не надо выходить и на площадку, и нам с тобой комментировать. Не надо, да. Только Надежда. Но мы-то с вами всегда верим, до последнего верим. До последнего. И все-таки девчонки часто нас слышат и играют на результат. Ну, конечно, мы же не зря здесь с тобой сидим. Мы же им посылаем самые хорошие. Энергетики наши. Мысли, может быть, они материализуются, и они там что-то сразу прогнозируют. Может быть, там половина площадки, мы с вами людям рассуждаем, что там она счастливая. Да, она у нас иногда была счастливая. Мы там и партии выигрывали. Так что будем делать ставку на эту партию. Да, во второй партии у нас получилось гораздо больше. Ну что, Эрин Лукомская. Сейчас очень важно начало игры, да, начало игры. И сейчас как бы попробовать навязать свою игру, что мы можем. Может, они сейчас расслабятся за речью, подумают, что так легко. Чуть-чуть, да, что уже, да. Может быть, действительно, все-таки тоже молодые игроки. И психология, она еще не такая устойчивая. Поэтому давайте потренируем соперника, правда. Пусть они немножечко тоже нас немножко побоятся. Может, испугаются где-то. Не хотят. Тем более, что у нас как бы задача, она такая. У Заречи-то ведь нельзя терять очки. Там сейчас очень... И на них-то больше давления, больше ответственности. И когда вот они почувствуют угрозу, нервы они никуда не денутся. Я думаю, да. Но надо заставить. Надо, чтобы они почувствовали, что не все будет так просто. Конечно, чтобы они поволновались. Не только мы здесь волнуемся. Очень хотим, чтобы нашу партиечку выиграли, а то и вторую. Вау, отправляют мяч. Хорошо. Сейчас еще будем посылать мысль такую, чтобы на ошибку нацеленную. А они пусть уже тренируют свою психику. Надо, надо. Если хотят дойти до полуфинала. Конечно. С учетом того, что есть три динамовских коллектива, да? Нет, Олеся, ну так мы никак не натренируем ничью. Мы разваливаем и последнюю свою даже. Олеся, нельзя. Ты капитан команды. Ты подаешь куда-то в зеленое-синее поле. Зрители, нельзя. Давай, соберись. Тебе нельзя. Ну, вот видишь, как хорошо. Обменялись. Ну, малых не подал. Вот мы говорим о психологической устойчивости. То есть они тоже люди. Водна. Могут ошибаться. Но главное сейчас нашим не ошибаться. Фролова, хорошо. Затруднило, да. Ну, можно сразу было переходящий. Молодец, умница. Молодец. Ну, не получилось переходящий. Забили так. Главное, что забили. Так, мы вышли вперед. Три-два. Ксения Кравченко. Боюсь, что я ни разу не похвалили Ксению Кравченко. Я боюсь глазить. Я только что хотела сказать. Она очень удачно вышла в первой партии. И сразу же как бы встала на свое место. И как всегда делает свое дело грамотно. Да, да. Очень технический, техничный игрок. Но против такого, у такой атаки сложно. Очень сильные удары, да. Откуда-то там сверху, не знаю, со второго этажа. Да. Малых очень красивая сама волейболистка. Конечно. И красиво сложенная, и хорошо играет. И сама по себе красивая. Любовь долго смотреть. Да, русская красота. Я с удовольствием смотрю. Да, я думаю, что если у мужчины есть вкус, то он это никак не заметит. То есть это тогда он совсем слепой. Или не мужчина. Согласен. Хорошо. Ой, умница какая либера. Хоть и с другой команды, но достала мяч просто лежа на животе. Да, Алла Галиева. Долгое время играла в новоуренгойском факеле. И вот теперь выступает за команду Заречья. 3-4. Упорно, хорошо, боремся пока. Да, да, нет, нет, мы пока не... Давай в аут. Вот. Ой, молодец. Она в сетку. Это еще даже лучше. Что в аут вдруг... Спасибо большое Ирине Воронковой. Вот смотрите, равные. 4-4. Тоже молодая, 19-летняя волейболистка. Но уже имеющая опыт выступления за Казань. Да. Уже чемпионка мира. Нет, ну что такое? Люба, Хронина. Ну, зачем в аут-то? АПЛОДИСМЕНТЫ И Терина Ефимова. Ух, какая сложная. Вот отсюда мы смотрим. Давай. Пролетел над сеткой просто вот над верхним краем. Над тросом. Думала, что совсем тоже очень красивая волейболистка. Сложена, хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Тоже 2014 года в команде, Катя. Еще раз. Но здесь уже подняли. И надо атаковать. Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ира, Аллилуйя, не там стоишь. Что ты спряталась за блок? АПЛОДИСМЕНТЫ Ира вколачивает мяч. Уже седьмой мяч в этой партии. Счет стал 4-7. Отпускаем. Отпускаем команду из Подмосковья. Хотела Маша. Да, передача за голову. Но она низкая. Очень низкая. Она даже не вышла. Средка набросила. И прям поспал. Да, ну что, вот несколько розыгрышей. К сожалению, ушли в отрыв. А вот опять, да, сложный очень прием. Прием усилили подачу. Опять они у нас прием слабый. Или розыгрыш идет тоже. Что-то сейчас как-то... Нет какой-то связи с игроками. Кто сейчас должен атаковать? Надо сейчас связки очень грамотно. Проработать, да. И прощупывать друг друга. Немножко подсмотреть на эту сторону, кто где стоит. И немножко разорвать блок. Потому что если просто пасовать в зону на одиночный блок, да еще передача на блок. Конечно. То это явно будет проигрыш. Да, согласен абсолютно. Очень грамотно. Их не перебить. У них рост, они высокорослые. Да, что есть, то есть. То есть только на опережение, да, или на разрывной блок. Ну, ничего, не отчаиваемся. Сейчас самое главное принять разыграть, чтобы сдвинуться с этой мертвой точки. Счет-то еще не такой. Ой, ну против таких подач и против таких атак, конечно. Ну, Волков боятся в лес не ходить. Не зря есть пара, славится. Не надо бояться. Тогда мы не будем учиться. И также должны мы учить соперника. Вот эти игры, они также учат. Они все-таки у нас кандидаты в сборную команду. Члены сборной команды России. А мы все это и проводим, весь чемпионат. Для того, чтобы состав был очень сильный. Чтобы подготовить команду, сборную команду России. К Олимпиаде, Бразилии. Нам-то самое главное, да. И мы будем частичко тоже в этом участвовать. Потому что наш клуб участвует в чемпионате. И это только плюс. Плохой, видите, вот опять, Ваня, плохой прием. Подача сильная. Плохой прием был. Что там? Сейчас, к сожалению, не совсем. Ну, очко-то точно отдает нам. Но в чем сейчас проблема? Не совсем понятно. Ошибка в расстановке, вот нам подсказывают сейчас. Да, вот подсказывают, о чем Воронин. Тренер садит, что три мяча назад была такая расстановка. И запутались с расстановкой сейчас. Поэтому нам должны сейчас, у них должны забрать право на подачу. Ну, вот сейчас будут. Мяч должны забрать. Будут смотреть, да, возникает пауза. Да, если, конечно, ошиблись, то подачу должны отнять. Да, да, да. Еще и наказать могут очком. Как сейчас принято. Какие сейчас, какое положение. Да, что неправильно. Если... Вот наши болельщики активизировались. Тоже отвечают. То есть, пока нет на площадке, сразу же не решили посоревноваться. Да. Болельщики. И наши сейчас тут тоже там не дремлят. Конечно. Они решили тоже голос подать. Что скучать-то, как говорится. Пришли, надо болеть, надо поддерживать. Четыре-восемь, друзья. Вторая партия, я напоминаю, одиннадцатый тур. Волейбольная команда Воронеж против Заречья Одинцова. Десятая команда против пятой. Но вот эта самая десятая команда, это наши хозяйки, конечно, пытаются, пытаются дать бой. Действующим обладателем Кубка ЕКВ. Первому трофею в Еврокубках в истории коллектива. Долго шли, пришли и теперь жаждет также успешно выступить и в чемпионате. Этот сезон они проведут без Еврокубка, потому что заняли только шестое место. Да, не будут. Конечно, в этом плане расстройство. Но с другой стороны, как раз-таки у тренерского штамба есть возможность уже к следующему сезону, когда они уж точно должны выходить в Еврокубки, подготовить эту команду. Вот ту молодежь, восемь человек, новичков, вот их как раз-таки. Сразу четыре, по-моему, игрока взяли из дубля. Четырех девочек из второй команды. 18-19 лет. Тоже планируют вот в этом сезоне активно использовать. Нет, самое главное, перспектива у игроков. Тренер очень грамотный и он обязательно создаст хорошую коллективу, команду. И мы будем болеть за то, чтобы они в очередной раз завоевали Кубок, чтобы он достался российской команде. Конечно. Тем более, что все идет, уже, мне кажется, хоть и еще год до Олимпиады, но уже этот сезон мы будем ждать и начнутся отборы олимпийские. Кандидаты, да. И поэтому они должны себя показывать и проявлять. Особенно те, которые уже были в составе сборной команды России. И не устаю говорить, как хорошо, что мы тоже в Суперлиге, мы все это тоже будем видеть. И то, что мы тоже участвуем, и участвуем в подготовке наших сборников. И они играют на всех площадках. То есть им только большой плюс. Будут смотреть Олимпиаду, говорить, вот эту я видел. Конечно. Вот с этой ты даже сфотографировался, у этой взял автограф. Да, и я думаю, игроки тоже должны чувствовать ответственность. То, что они должны не чувствовать, что они уже стабильные там где-то в сборной. Они должны в каждом матче показывать свою хорошую игру стабильно. Каждым матчем, каждым розыгрышем доказывать свое место, свой класс. Ну что, заминка. Кому сейчас эта заминка на пользу больше? Наверное, скорее нашим девчонкам. Чуть-чуть должен вот этот пыл атакующий в бае. Смотрите, главный судья покидает свою позицию. Ну да. Начинается такое импровизированное совещание. Отсмотр повторов. Расстановка изначально, видите, она уже давно, было нарушение. А заиграны, то есть сейчас очень сложно. Сейчас они должны все это вернуть. Вернуть, посмотрите. И возможно очки где-то, да. Ну будем ждать. Будем ждать в нашу пользу, да. Мы надеемся, да. Но в любом случае, у нас тоже точно не отнимут. Нет, у нас нет, у нас все в порядке там. Приходится разминаться сейчас, чтобы мышцы не остывали. Да, да, да. Такой непредвиденный им тайм-аут. Перерывчик, ничего. Где-то передохнуть может быть даже. В общем-то и тот, и другой коллектив. Да, прекрасная мелодия сейчас звучит. Практически без замен. Прекрасная музыка в зале, да. Как что такая... Хорошее настроение, да. Как рекламная пауза, да. Да, да. К сожалению, наверное, многие болельщики ждут, когда появится на площадке Юлия Меркулова. Двукратная чемпионка мира. Серебряный призер Гран-при. Бронзовый двукратный призер чемпионата Европы. Ну вот Мария... О, Юля, прошу прощения, сейчас находится в запасе. Но здесь она в Воронеже. Может быть, мы все-таки ее сегодня увидим. Увидим на площадке. Единственный заслуженный мастер спорта. В составе команды. Заречья Одинцова. Да, и хотелось бы увидеть Марину Деброву. Это, которая у нас была в команде в Воронежской. Она участвовала, да. Да, до 2011-го она играла. Потом вот как раз-таки перебралась в Заречья Одинцова. И в прошлом году уже положила в свою личную копилку первый титул. Титул победителей Европейского Кубка Вызова. Требует продолжения болельщики. Пауза затягивается. При счете, напоминаю, 4-8. Это вторая партия. Ну, а первая осталась за командой гостей. При счете 15-25. Ну что, похоже, приняли какое-то решение арбитры. Покидают они место главного судьи соревнований. Позицию, точнее, инспектора соревнований. Да, все-таки была ошибка в расстановке, да, получается. Десятый номер. Да. Да. Десятый пришла на подачу. Оказывается, подает 18. Воронкова. Но подача сохраняется, я так понимаю, у Заречья. Ну, она же ошиблась до этого. Ну, вообще. Ну, может быть, сейчас судья-информатор нам что-нибудь скажет. Что-то, да. Прояснит ситуацию. Но, по крайней мере, остается подача. Пока главный судья не вернулся на свое место, да. Главный стоит у судейского столика. Ну что, интересно узнать решение. Проводит такое, опять-таки, небольшое совещание с своими подопечными. Наставник команды Вадим Панков. Но, видимо, не могут все-таки прийти к консенсусу судьи. Видно, все-таки была ошибка. Но как теперь отмотать? Видимо, вот этот вопрос сейчас решают. Да, да. Тем более, если ошибка была допущена, несколько розыгрышей назад. Они, по идее, должны отдать право на подачу Воронежа. Но, может, что-то... Ну, это судей, главный судья, первый, должны этот вопрос... Но, все-таки, они решают, да. Хотя есть положение, есть правило соревнования. Да, но гости все-таки уверены. Я сама немножко что-то не понимаю, что сейчас произошло. Они должны, по идее, объяснить. Болельщики тоже возмущены. Но, учитывая, что судьи еще совещаются, видимо, они тоже пока не могут принять какое-то окончательное решение. Пытается что-то молеть, Шаравская, доказать. Но, в первую очередь, своим наставникам. Ну что, инспектор, инспектор подключился. Уже втроем. Втроем два судьи, инспектор. Не, Левон Адебек, Джигинян тоже там. И что, теперь на подачу? Выходит у нас Екатерина Ефимова. Ну, вот так все-таки было что-то. Да, все как-то, мне кажется, закрутилось и запуталось, что... Хоть заново партию. Да, да, переиграть. Да, вернуть назад. Верните назад партию, да. И желательно, чтобы в нашу сторону был. Это же будет от нас зависеть. Да, от пота. Потому что, при всем желании, нам очки никто засчитывать просто так не будет. Да. Подключается Олесь Шаравская. И мне кажется, все сейчас друг к другу, болельщики себе что-то доказывают. Ну да, домысливают, да. Домысливают, да. Потому что сейчас в неведении очень много. Все понимают, что была ошибка в расстановке. Это уже понятно. А вот как решить эту задачу? Тем более, когда... Если бы это было, наверное... Тут проблема в том, что если бы это была, вот, скажем так, одна ошибка, да, то можно было отдать подачу. А не дай бог, если правильно, как говорит наш тренер-статистик, что это было три розыгрыша назад. То тут вопрос, что делать с тремя очками. Да, да. Ну что, друзья, мы в таком же неведении, как и вы, честно, слово, поэтому как-то тоже вам объяснить, попробовать интерпретировать эту ситуацию мы тоже не можем. Единственное, что мы можем болельщикам с тобой посоветовать, Ваня, они смогут сходить поужинать спокойно, там, чай попить, чтобы не поздно. Главное, чтобы не переключали канал. Да, канал держите, можете просто, да, немножечко там... Как эритологи, у нас рекламная пауза, как ряня, ты как говоришь, да. Да, у нас рекламная пауза. Давайте с вами поговорим о том, какой год у нас будет хороший. Хороший год. Кучерявый, да. Ну, я думаю, что, не знаю, перекрыть ваш прошлый год точно, наверное, не удастся, Эрин Петров. Да, Ваня, у меня тот год был очень, очень насыщенный и очень удачный. Во-первых, я напомню, юбилейный год, Эрин Петров. А может быть, прошлый год это был, знаете, вам подарок, все-таки для такого великого человека, просто, я не знаю, подарить открытку, там, победу, вам вот судьба подарила целый год такой. Ваня, я, когда начинаю анализировать вот в конце года, и самое интересное, начало было январь, да, я была первым факелоносцем здесь, на Воронежской земле, Олимпиады в Сочи. Который, да, Олимпийский огонь прошел именно через территорию Воронежской области, как мы все это встречали, как он прошел на таком позитиве, такой был праздник большой для жителей. Потрясающе, целый день, праздник на целый день. Да, просто мы все были счастливы и все были одной семьей. Это был январь, февраль месяц, шестого ровно перед Олимпиадой, седьмого февраля Олимпийские игры в Сочи. А шестого февраля открылся волейбольный центр в Сире-Лосево. На родине. Да, это такое событие, которое я просто, когда он открылся, я долго не верила, что такое может быть. Но это просто подарок, это свыше. Ну и, конечно, огромное спасибо губернатору Воронежской области, Алексею Васильевичу Гордееву, под его личным было контролем. И построен вообще буквально за полгода, и очень качественно. И просто рядом была привязка со школой, то есть дети занимаются и уроки физкультуры, и секции. Потом у нас сельские игры были, да. Где вы тоже принимали непосредственное участие. Я вот тоже давно в Воронеже. И все это опять на территории Воронежской области. Затем выборы были губернатора, где мы с огромным преимуществом победили, с большим процентом голосов. Это тоже огромная заслуга наша общая, да. Ну и юбилей, и год закончился очень хороший. Надеюсь, что этот год будет стабильным, и мы что-нибудь еще построим и откроем. Надо. Воронеже. Воронеже. Естественно. Ну что, все-таки камень мы заложили. Я прошу обратить внимание. Нам дали очко, то что я говорила, и отдали нам подачу. Действительно была расстановка, вот, десятый номер, где во второй зоне, а она уже пришла на подачу. Да. То есть была серьезная ошибка в расстановке, допущена, и нам отдали очко. Правильно. По справедливости. Воронеж подает. Главное теперь заработать это самое очко. Заслуженно. Смягчили. Отлично. Прием. Теперь атака. Пронина. Хорошо. Молодец, Руба, молодец. Вот так и действует. Прекрасно. Нас все устраивает. Главное, что очки зарабатываем. Ну, по первой партии у нас у Пронины пять очков, у Бирюковой шесть. Вот они два наших лидера. Наших лидера, да. Шесть, восемь. А, за нас болеет Воронеж, да. За речи за нас болеет. Поднять. Молодцы. Вот, молодец. Сейчас Либера, молодец. Как услышали, что сейчас Либера надо заиграть. И вот так очки все от защиты. Молодцы. Вот, заставили ошибаться соперника. Ну, вот, чуть-чуть, может быть, подрасслабила и пауза. Сейчас они пока попытаются вернуть, а мы уж, дай бог, сравняем. Уже семь-восемь счет. А было четыре-восемь, я напоминаю. Одно очко нам вернули, два заработали. Уже практически равенство. Ой, смягчили. Хорошо, Либер. Вот, все, хороший блок. Смягчили. А это все в защите. И через Пронину. Люба, давай, Люба. Без атаки решила перебросить. Да, да. А теперь от защищаться. Наверное, ей было, может, неудобно. За одни линии малых. Давай, Люба. Ой, 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 ой. Молодец, молодец, да. Да, и Брунцева. Да, опыт есть опыт. Очень хорошо, грамотно. И так друг к другу не смогли разобраться. И вот она, ничья, 8-8. А, вот выходит Марина Деброва, да. Когда-то она играла за нашу команду, за Воронежскую. Пятнадцатый номер. Ах, аут, к сожалению. Далековато, сантиметров 50. Ну, а нельзя, сделали замену. Ну, и потом, ну что ж ты. Ну, и вот теперь уже Ефимова. А вот теперь уже Ефимова. Ксения, да, ошиблась. Ксения, да. К сожалению, да. Пожалуйста. Хорошо. Давай, Ира, Ира, ну что ж тобой с приемлема. Ну, снова, да, снова, к сожалению, перешел. Достань, достань, давай, вот, так, спокойно. И пошли с очком. Олеся. Молодец. Молодец. Вот так должен действовать капитан. Молодец. Надо на себя больше брать игру и не ошибаться на подаче, Олесенька. 9-9. Ну что, давайте, девчонки. Давайте. Нет той уверенности в действиях Заречья. Нет. И Брунцева. Хорошо. Сложная была подача. Ох. Наташа, нельзя. Руки надо держать, спорить. Спорить. Ольга Ефимова в этом вот таком мощном споре все-таки переложила мяч через сеточку. Да, да, да. И он упал на нашей половине площадки. Давайте, давайте, девчонки, помогайте друг другу. Да, помогайте. Сложные, сложные. Ой, молодец. Ага, Олеся, молодец. Ой, дела, Олеся. Хорошая, очень грамотное действие сейчас, да. Как раз, да. Как раз действие опытного игрока. Не стало бить сильно. Накатило и в свободную зону. Так держать. 10-10. Лукомская. Давайте, партия должна быть наша. Та площадка хорошая, та наша площадка счастливая. Пробивает. А здесь малых пробивает. Ну, это малых, да. Пробивает всю нашу защиту. Ну что, отработала Деброва вместо нее. Бавыкина Анастасия. И теперь Настя готовится подавать. При счете 10-11. Минимальное, но все-таки преимущество у гостей пока. Так, прием хороший. Отлично. Ой, молодец. Вот, смотрите, хороший прием. И уже игра в третьей зоне. Потому что мы в третьей зоне практически не играем. Подача очень сильная. Ну, не мне вам говорить, от чего все зависит. Если прием, пойдет игра. Нет приема, практически ничего невозможно. И разрывной, неожиданный. Вроде не сильный, Фролова нормальный. Очень неожиданный удар. И очков наши. У нашей команды. Хорошая подача, но Романенко на месте. Эх. От блока. Шла нападать диагональ. Фролова с Прониной, к сожалению, блок. Сработал против нас. Ирина Фетисова. Ирина Фетисова. Ирина Фетисова, да. Нападача. Ох, какая подача. Просто как нападающий удар с переводом. Красиво. Красиво по первой зоне. Он же очень красивый игрок. Высокорослый. Перспективная. Молодая. Да, 94-го года рождения. Да. Все впереди. Давай, самое главное, что... Будущее нашей сборной. Хорошо. А вот здесь разорвали блок. Ксения как отыграла за свою неподачу. Да. На нападающий удар. И Малых с Ефимовой, которые Екатерина, ничего не смогли сделать на блоке. Нашли в этом заборе дыру и проложили дорогу на площадку противника. Да. И очков на топилку нашей команды. 12-13. О! Но тут уже ничего не сделаешь. Малых есть Малых. Очень хороший у нее удар со второй зоны. Но она не зря диагональный игрок, потому что удар поставлен именно со второй зоны. И у нее это хорошо получается. Ах! Ну здесь вот если что тебя сглазили, то ладно. Да, Наташа, ну ничего. Удар у тебя стабильный. Можно иногда и не подать. Можно. Тем более в Воронеже. Но только на первенство России. Ну если ты будешь играть за сборную России, то ты должна подавать. Да уже играет. Чемпионат. Ох! Смотрите, и тут вытащили. Да, да. Сказалось, мяч улетал куда-то далеко-далеко. Затруднили наши хотя. Ой, куда же. Ну что же вы там не поняли друг друга. Ну есть чуть-чуть. Может быть из-за того, что Мария не совсем опытная в плане взаимопонимания. Они не так много. У нас, наверное, третью игру, да, или вторую они стоят только рядом. Поэтому, конечно, будут такие, да, немножко несогласованные действия. Но это придет. Придет, придет. Люба Пронина. Еще одно очко. Нет, нельзя, концовка на тебе. 13-16. Нельзя. Вернули себе преимущество. Мы надеемся, конечно, Люба. Ты же не ошибалась. Ты же эти удары для тебя и передачи знакомы. Ну бывает, ладно. Ничего, не будем сильно ругать. Что-то она перемудрила сама себе и сбросила на площадку. Ну хочется, хочется побольше отцов завоевать. Ну я надеюсь, что больше этого не будет. Поэтому забыли, прощаем. Ничего, 13-16 это не страшно еще. Ну эту партию, Вываня, это наша площадка. Я сделаю все-таки ставку на ту. Ну в прошлой партии мы всего 15 очков набрали, а тут уже 13. Да, мы уже тут рядом. Поэтому это уже есть рост. Конечно. Мы пусть мелкими шажками нам подбираем. Мы не стоим на месте, мы продвигаемся. Это самое хорошее, это главное на месте. Когда идет движение. Когда команда растет. Но все равно, согласитесь, заречье, по крайней мере, вот после паузы уже не настолько сложное. Да, 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 немножечко. То есть если прошлый сет был такой кулак. Такой завод закончился. Как будто они завезли. Да, то вот здесь что-то вот уже не так. Чуть-чуть. И этим надо пользоваться. Конечно. Мы сейчас должны вот поактивнее, поактивнее чуть-чуть. Поддавить может быть. С мягчими глазами, с мощью, с таким соединением. И только тогда вот сейчас мы можем прям вот эту концовку вырвать, эту партию. Потому что если сейчас заречье в концовке снова вот соберется, мобильник, нам будет опять сложновато. Да, они немножко так как-то чуть-чуть подостановились, как-то в одиночку. А мы сейчас должны быть командой. Хорошая подача. Вхаж на эту. Ну. Девчонки, молодец. Смотрите, прекрасно. Мария Брунцева. Ну, что значит опыт. Она стояла на месте. И просто ее скушала. Мария Брунцева. Чемпионка, вера, серебряный призер Гран-при. Так. Ксения, давай. Ксения, ты тогда ошиблась. Сейчас я надеюсь, этого не будет. Ты не слушай этого. Вот. Хорошо. Ох, хотела Мария снова. Да, да. Наказать. Молодец. А у нас вышла Суховеркова. Суховеркова, да. И уже видим. Прекрасно, да. И очень грамотно, да. Прям просто. И на блоке сыграла. И хорошо вошла в игру. Да. И сразу обострила очень хорошо. Я за ней очень болею, за Светлану. Это воспитанница нашего, воронежского волейбола. Она сама из Россоши. И я думаю, что уже время ее пришло играть. Но нужно показать стабильную игру. Давай, Светочка. О! Прекрасно. Вот браво. Вот это браво. Она как услышала нас, да. И три очка подряд. Она даже выиграла очку с подачи. И 16-16. Сейчас самое главное не ошибиться, удержать подачу. И выйти вперед. Хорошая линия, да. Хорошая линия. И впереди, смотрите, чудеса творит Бронцева. Прекрасно. Ах. Ах. Но здесь блок, к сожалению. Ну, у нас низкорослая там локалская. Да. Да, поэтому, конечно, через нее стали атаковать. Ирина, конечно, бросьте. 175. Да. А атака была метр девяносто два там, да? Да, метр восемьдесят Евгимова, метр восемьдесят восемь Бабыкина. Ну вот, вот. И страшно сказать метр девяносто фетисово. Прекрасно, Светлана, молодец. Давай, Светочка, давай. Давай, вместе поиграем. Без ошибок. Первое очко. Грамотно. В копилке лично Суховерховый. Не суетись, грамотно думай, думай, где передача, где блок. Блок высокий, не бей под себя. Хорошо, болельщики очень сейчас поддерживают, да. И что? И ничего еще не ясно в этой партии? Конечно. Ах. Вот так она вот опять. Бабыкина. Она нашла эту свободную точку. Ее просто закипетизировала и туда сбрасывает. Уже не первый раз она выигрывает. Но мы там только один сброс подняли. А в 4 или 5 мы, наверное, проиграли. Конечно, да, согласен. И теперь Ольга Ефимова на подаче. Девчонки, осторожно сейчас. Суховерхова. Ух, какой досталый мяч, да. Но без атаки. Надо теперь нам атаковать. Давай, Света, давай. Умница. Да умница. Ну вообще, Светочка. Ты просто замечательно сейчас работаешь. И даже Либера Галеева. Грамотно, спокойно, да. Да. Четко. И даже Алла Галеева, которую мы, в общем-то, хвалим сегодня, не смогла против такого удара. Да, да, да. 18-18. Ну она сейчас разнообразная, Светлана. Молодец. Держись, держись. Ох, молодец. Хорошо. Но второй раз не получилось. Второй раз не удалось поднять. И это, напоминаю, наш Либера Дарья Немова. Да, хороший мяч подняла, но второй, да, не получился. И очень важный мяч, потому что, знаете, когда мяч поднимается в защите, это уже обязывает в атаке столько победить. И особенно сложный мяч, это я помню по себе еще. Это очень важно, и это настолько тебя обязывает. И ты просто, действительно, на кураже на таком, ты обязан забить. Пронина, молодец, Льва. Чуть-чуть не до потолка какой силы удар был, да. О-о-о-о. Вот здесь что-то Анастасия, не знаю, что она хотела. Может, не получился просто удар. Да, она где-то, по-моему, даже не кистью где-то попала. Не удалось приложиться, как следует, по мячу, видимо. Я знаю, да, какой-то частью кисти, по-моему, вообще не попала она. И совсем мимо там. Ну, нам-то хорошо. Ой, молодец. Хорошо, Лукомская и Пронина. Люба. Смягчили от нашего же блока. Еще раз. Ксюша, Ксюша там, да, Ксюша работает в четверке. Ой, Суховерхова, конечно, подняла. И хорошо, вышла под мячик, все, но технический конец. Ну, удар был сильный. И появляется на площадке. Она завалилась назад, да. Ее Величество Юлия Меркулова, друзья. А, которую мы ждали, да. Мы так ее ждали. 2-0-2. Заслуженный мастер спорта. И под сеткой сейчас. Ух, как будет сложно этот блок, если что, пробить. Да, самое главное, чтобы сейчас через нее не играли. Центральная блокирующая своей команды. Ну что, Ксения? Молодец, хорошо, Ксения. Не стала ломиться через Юлю. Высокий блок. Аут. Аут. И не было касания, девчонки. Не было касания. Прекрасно. Сами ошиблись. 20-20. Ну вот, давайте посмотрим, как будет действовать Заречием. При таком счете. Давайте концовку. Только не мудрите. Просто спокойно держите подачу. И не ошибаться на подачу. Мы больше с вами не будем так никогда говорить, Ирина Петровна. Потому что мы с вами как вот не загадаем. Только хотим пожелать добра. Ну, Наталья, ну куда ты поспешила? 8 секунд. Подошла, взмахнула и подала в сетку. И 20-20 превращается в 20-22. Ой, ну как? Так, ну вот, как научиться играть в концовке, я не понимаю. Вот, похоже было в Челябинске. Вроде бы, ну все хорошо идет. Как концовка? Одна ошибка, а за ней другая. И, как говорится, результат. И в концовке многие вот сторонники риска. Я нет. Да, и вот, кстати, у мужчин мы часто видели вот такие ошибки. Я сторонник надежности. Подай первую подачу при переходе. Вторую можешь усложнить. Ну, первый обязан. Тем более счет равный. Потому что вот он риск. Кто не рискует, тот не выигрывает. Это не в этом случае. Ну вот риск мы видим с вами его. Чтобы рисковать, надо быть уверенным в этом риске. Когда игрок идет на подачу, подбрасывает. И другое дело, командный результат. Конечно. Получается, твоя ошибка стоила всей команде. Лидерство. Мандражи, дрожащей рукой, вообще ниже верхнего троса. Нельзя, Наталья. Этим опытный игрок. Нельзя, девчоночки. Надо быть повнимательнее. Ничего вас не требуют. Ни в прыжке, ни в зоне. Просто подайте подачу. Так же, как и наши мужчины. Ну да. Ну будем надеяться, что сейчас малых не подаст. Наталья, не подавай. Нет, они нас не слышат. Не хотят. Ничего. Вот теперь поднять. Ай, ну там Меркулова, конечно. Там такой голод. Такой блок. Молодец, Ксения. Смотрите, как грамотно. Молодец, Ксения. 21-22. Ксения Кравченко. Грамотно, да. По первой зоне. От блока в аут. Не стала бить через Юлю. Ну это же видно, что бесполезно. И через Меркулова, конечно. Рост 2-0-2. Это по принципу против Лома нет приема. Вот это про Меркулова. Это как раз про Юлю и про высокорослых волейболисток. Здесь бесполезно. Бог дал им рост. И плюс еще технику. И плюс еще игровой. Но у нас даже двухметровых нет. Нет, и близко. Тут им расти до России. Тут самый метр девяносто. Самый большой. А вот здесь вроде бы на блоке была не самая высокая Ольга Ефимова. Но тем не менее. Блок сработал. Она грамотно поставила блок. Да. Она просто перекрыла движение. И серия замен у нас Лукомская. Вера Серебряникова. И Лада Дергачева. Тоже молодые. Дергачева 95-го года рождения. Долго ждала, когда же ее выпустят на площадке. Да, мы можем надеяться, что она не подаст. Она уже замерзла, застыла. Как-то сильно еще подала, так смело. Молодец. Ой, молодец. Молодец, Ксения Кравченко. Очень грамотно обыграть такой блок. Она как раз и прошла-то в дыру. Абсолютно. Рисковала, да. Можно испугаться. Но смело. Смелость города берет. Смелость такой блок берет 2-0-2. Да, естественно. Но понимаете, как говорится, рост это одно. Но, как говорится, везде можно найти лазеечку. Лазеечку, щель можно найти. Тут и рука как раз в волейболе. 22-23. Хорошо. И подала, как хорошо затруднила. Ну. Ой. И вроде бы хорошо позицию занимала. Наш игрок, но поднять этот мяч не удалось. 22-24. Чемпионка мира выходит на подачу. И, наверное... Да, Юля действительно прославила нашу сборную. Что же это будет? А не самое сильное. Это, в общем, подача. Ох, хорошо. Аут. Отлично. Аут. Отлично. Подарок. Ну, смотрите. Ну, теперь сверху. Наш зал находится рядом с церковью. Будем надеяться на Всевышнего. Как вы завернули, Ирина Петровна. Ну, я верю. Я крещеная. Верю в Бога. И недавно он... Скоро будет, вернее. Прошло Рождество. А сейчас будет крещение. Я думаю, там у нас сверху увидят. Смотрите, какой счет. 23-24. У нас сейчас подача. Я вообще уже боюсь что-либо говорить. Ну, как говорят на Бога, надейся. Но сам не плашай. Как при счете 23-24 будут подавать наши девушки. А мы спортсмены очень суеверные. Я не сомневаюсь. Я не сомневаюсь. Всегда и прошу, если что, и прошу помощи, и также прошу прощения. Поэтому я думаю, сейчас... Как в том анекдоте поможет, но не помешает. Да. Вот не помешает. Ну, мы будем... Потому что, ну, сейчас концовка такой хорошая. Закрутка получилась. Нам очень нужна партия. И партия хорошая, да. И девчонки нашли свою игру. И хорошо вошли в игру. И Харунжи, и Света, и Хавьеркова. Один мяч отделяет нас хотя бы вот до счета 24-24. И вот как сейчас рисковать, не рисковать. Сейчас просто подать. Не надо рисковать. Но Кравченко не грешила плохими подачами. Будем надеяться, что и не будет. Вот. Ой, как хорошо. Это наша опытная наша Мария. Ой. И есть. Есть 24-ое очко. 24-24. 24-24. И что, еще раз. Мария Брунцева. Да, Мария. Наша блокирующая. Маша, ну она опытный игрок. Да, я думаю концовочка. Ну. Отлично. Ой, девчонки, ну как. Как же пропустить такой мяч. Как же пропустили. Такой сложный, да, сложный нападающий удар. Такая защита была хорошая. Ну и теперь прием. Нет, сначала тайм-аут. Второй тайм-аут берет Воронеж. Второй тайм-аут берет Ливон Джигинян. Ну ничего. При счете 24-23 смогли заработать нужное очко. Ну конечно. Сейчас на подаче Вера. Одно имя чувствует. Вера. Ну тоже вдруг ошибется. Ну будем надеяться. Посмотрим. Ну опять-таки. И этот сет противоречивый. С одной стороны что-то получалось у нас. Что-то у нас не получалось. Но самое главное уже нет той уверенности в команде Заречья. Тоже где-то в спад. Где-то вот знаете. Неровно, неровно проводит. Показатель партии. Что мы можем бороться. Можем, можем играть на этом уровне. Да, где-то не хватает нам уверенности, стабильности. Но играть можно. Мяч круглый. Вера Сребряникова. Конечно, очень бы хотелось, чтобы она не подала эту подачу. Нет. Подала, да еще и усложнила. Не ошибаются гости. С задней линии, с второй линии. С Коверхова. А теперь отзащищаться. Хорошо. Хорошо. Кравченко. О, смело сейчас, да, Света действует. Мублок. Ой, молодец. Аллилуйва. Это и Аллилуйва. И Суховерхова. Но мяч еще у гостей. Гости держат. Наши борются, борются. О! Надежда Мишина и Ирина Лукомская. Ну, я думаю, Ваня, началось с победы. 25-25. Держим кулачки. Ну что? Я всегда, когда болею, что-то хочу. Я всегда стараюсь бежать. Ирина Лукомская на подаче. Ирочка, подай, подай. Умница подала и затруднила. Ах. Малых. Наталья Малых. Снова 25-26. Никакой блок. Что-то вообще, просто не блок. Очень грамотно, очень технически выполняет удары. Хорошо работает голова, грамотно переводит. Знает, где пустые места. Ну, Настя, не надо подавать, не надо. Ой, чай, йой, йой, йой. И Ирина Аллилуева не смогла спасти. Не смогла. К сожалению, такой сет. Очень жалко, партия такая хорошая. Такая партия, которая, ну, все вроде бы складывалось по-нашему. А нет, 25-27. И вторая партия снова остается за командой Зарея Чайдецова. Но ничего. Сейчас самое главное, самое главное забыть. Самое главное сейчас, самое главное вот при этой ситуации, после того, как вторая партия чуть было не осталась за нами. Очень важно сейчас правильно вот все, что не получилось забыть. А вот все, что получилось, обязательно взять с собой в третий сет. Ну что, вот статистику мне принесли. Прибавили в атаке, конечно. Да, на блоке. Да, 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 да. Ну, не на много, но уже два очка на блоке смогли заработать. И такие моменты были как раз в спорных моментах, когда было очко в очко, и как раз блок как раз и принес очки. Конечно, да. Мы видели это. Заметно прибавил Брунцева. Да, очень хорошая атака, да. Да, Брунцева шесть очков, Кравченко пять очков. Кравченко грамотно, вот то, что мы говорили, не боялась высокого блока. То есть, конечно, заметно прибавили наши. Суховерхова хорошо вошла в игру Света, но были таких сильных очков не было. Там два, наверное, по-моему, выиграла очка. Да, 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 да. Но оставила мяч в игре, и не было таких явных промахов. Ну, по ошибкам, конечно, прибавили гости. Сразу видно, побольше уже девять очков на девять ошибок собственных. У нас тоже, конечно, были ошибки. Но, в общем-то, по всем показателям, вторую партию хоть и проиграли, но мы можем занести себе в актив. Да, 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 мы уже выровняли игру немножко, почище стали принимать. И опять-таки к вопросу, да, да. В защите гораздо лучше, да. В защите поднято мячи были даже. Я не смотрю на статистику, но видно было. Нет, да и статистика за. И статистика полностью за нас в этом плане, в этом показателе. Но опять-таки я говорю, что этот сет в лице соперника, в лице тех людей, которые, вот, может быть, не до конца сложили свое впечатление о воронежской команде. Все равно нужно сказать, что уже показали наши девчонки, что, как мы говорим, что они девочки для битья. И даже играя, в общем-то, с последней командой, турнирной таблицы, таким соперникам, как Заря Ченцова, тоже нужно концентрироваться. Такой именитой командой. Ни в коем случае не расслабляться. И, в общем-то, как я говорю, ничего еще не потеряно. Нужно попытаться цепляться за следующий сет. У нас были случаи, когда, не помнишь, да, мы играли кубок с Динамо Москва, когда мы проигрывали 0-2. То есть наш Воронеж, наша команда, наш характер может творить чудеса. Возможно, может быть, сейчас и чудо. Да не чудо, это нормально. Мы вот что, вы хотите сказать, что чудо, это рабочая была партия, где мы заслужены, хорошо работаем. Нет, чудо может быть сейчас вот. Ну, естественно. Выиграть две партии. Это будет сложно. Лотерея, лотерея. Ну, очень бы хотелось, да. Я думаю, что сегодня выходной день. Никто никуда не торопится и можно спокойно посмотреть на... Да, посидеть и пятисетовый матч. Да, я думаю, что и на... Подожди. Ковальцент 3-й партии. Щет 0-0. Подойдет команда «Заречья Аднесцова». Работа. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Плюс три. Удержать, да, туда же, в первую зону. Там действительно ослаб прием, она уже не уверена. Но самое главное подать. Дзиброва вышла на площадку в составе Заречья. Ну, не надо в Либер, Олеся. Так хорошо поднимаем. Ну, что творит Воронеж? Молодцы, молодцы, прекрасно. Они уже поняли, что они скидки-то, они уже готовы к ним. Потому что все-таки уже две партии они тренировали. Наши молодцы тоже, грамотно. И что, мы ушли на технический перерыв с преимуществом в четыре очка. Удержать надо это преимущество. Ой, самое главное. Вот сейчас, вот сейчас два розыгрыша, другой. Не выступать, не дать возможность сопернику. Пока он немножечко там, не получается у них в этой расстановке действия. Во-первых, усложнили мы подачу. Идет розыгрыш. И не отдаем подачу, семь розыгрышей. Сейчас, Олесе, самое главное, да, удержать подачу. И, соответственно, посмотрите, даже мячи, которые они нападают и сбрасывают. Наша команда готова к ним? Готова. То есть, может, вот так. Это не может нас не радовать. Они сейчас, как, посмотрите, они все подтянулись в центр площадки. То есть, они ждут эти мячи. Ждать всегда надо мяч. Очень. Но очень интересно. Очень интересно посмотреть, что будет дальше. В этой ситуации заречья еще не действовала. Да, с таким отрывом. Когда есть отрыв в четыре очка. И тут нужно что, включать все резервы? Да. Но главное, нам сейчас ни в коем случае не избавлять оборотов. Олеся. Молодец. Хорошая подача. Затруднила, даже в Либера подавала, но затруднила. Снова Лукомская. И Пронина на подаче. Ой, на атаке. Молодец, Рюба. Скидочка, к сожалению, да, у них. Нет. Теряем мы, к сожалению, подачу. Зарабатывают, пусть даже на ошибке. Пятое очко представительницы Подмосковья. И теперь самое главное, прием нам. Семь очков заработали подряд. И теперь самое главное, не дать то же самое сделать за речью. Аут. Прекрасно. И возвращается к нам подача. Ирина, да, не подала. И все хорошо. Нам сейчас, самое главное, нам сейчас без ошибок. Надежда Мишина. Надежда, надежда. Хорошее имя. И у нас есть надежда на надежду. Дагдарит всем нам. И хорошо подает, в общем-то. Оправдала свое имя. И теперь отлично. Еще и защите, прекрасно. Люба. Отлично. И Люба, как всегда, из своей любимой зоны, как диагональный игрок, приносит очко нашей команде. 10-5. Ведем, ведем. Мишина. Готово. Продолжаем борьбу. Хорошо рисковала, прям под линию. Тройной блок. Молодец, Ксения, но она не стала под себя. Еще раз. А вот здесь отлично. А здесь увидела, что блок разорван. И между двух блокирующих. Сама на скоростях, прям выпрыгнула хорошо. Мне кажется, она прям очень высоко сейчас мяч просто поймала даже выше блока. В хорошем моменте она поймала мяч, да. Технический мяч перед собой. Она видела и блоки, и руки, и площадки. И ничего не остается, как тренеру гостей. Молодец. Брать тайм-аут. Да. Гости занервничали. Вадим Панков, да, понимает, что нервничает команда. Знается, Воронеж тоже может дать бой. Но хочется верить, что это вот та предыдущая партия пошла нам на пользу. Почувствовали уверенность. Убрали мандраж. Вот первых розыгрышей может быть. Когда отпустили вроде бы 1-4. И все, 1-4 имеем 11-5. Но теперь самое главное, это преимущество не растерять, что мы, к сожалению, видели. Но будем надеяться, что это было в первых играх сезона, когда еще, может быть, не хватало опыта, сыгранности. Да, там вообще не мы были. Не мы. Другой коллектив. Другой коллектив по большому счету. Там не наша игра была, и не мы как-то были, да. Эти игры даже... Вспоминать порой не хочется, да. Вот. Вот надежда. Какой. И мы в надежду верим. Какой. Она оправдывает свои имя. Потрясающее очко зарабатываем на подаче. И что у нас? Шарапская выдала серию. Теперь Мишина выдает серию. И счет 12-5. Обескураживающий счет для гостей. Ничего не скажешь. Ой, какой удар хороший. 4 по 4. Это да, Ксения прижалась к сетке, а должна оттянуться. Чуть-чуть надо было оттянуться, да. И сыграть диагонали в защите. И самой атаковать, и все. Ну, ничего, я думаю, сейчас мы должны сразу отыграть. 12-6. Но это, конечно, на подачу малых. А, она подает в аут. Устала. Молодые. Нервы, усталость. Стабильности нет, да. Поэтому будем надеяться, что они немножечко сейчас как бы сдали. Что, заставили нервничать? Они начинают нервничать где-то. И отсюда ошибаются. Хорошо. Вот уже скидки поднимаются. Люба. Гонина. Ну, Люба есть. Ах, не долетел до потолка. Какой хороший, да. Удар был. Ой. Аут. Аут, аут, аут. Олеся вовремя упала, да. Как чувствовала. Как чувствовала, да. Хорошо, хорошо. 14-6. Девчонки, плюс. 8. Давайте. Дожимать. Пронина. Ах. Здесь не смогли. Забегание на скорости. Здесь нужно четко стоять у линии, у антенны, ждать ее. А Ксения вместе с ней куда-то перемещалась. Ну, она убежала, да. Сильная подача, но Кравченко на месте. Лукомская. Аллилуева. Кравченко. И от тройного блока. Молодец, Ксения, молодец. Да, хорошо атакует. Она практически не ошиблась в этой партии. Сейчас спокойно подать подачу. Спокойно. Давай, Ксюша. Ну, и теперь на подачу. Выдохни, выдохни. Да, 8 секунд. Потихонечку. Да, стой. Пусть они нервничают. Постой. Молодец. Не спеши. Надо сейчас эйсиком оформить второй технический и отдохнуть чуть-чуть. Ах. Удар хороший. Ну, вот Олеся. Стояла же хорошо. Можно было поднять. Можно было. Конечно, она место-то выбрала правильно, а почему-то руки не подготовила. Не ждала мяч. Вот о чем я говорю. А мяч надо ждать всегда. Это мяч волейбольный. Он может появиться как раз, когда ты его не ждешь. И он видит, как будто, что ты его не ждешь. Ах. Ирина понадеялась, что будет аут, но мяч сел. Ну, тебе что? Мелиметровщик ты наш, у нас тренер так называл. Не меряй, лучше ты его прими. 15-9. Но все равно 6 очков преимущества. Немова. Хорошо. Шаравская приложилась по мячу. Кравченко, к сожалению. Ксению пожестче бы принять. Но тянулась до мяча и подняла, как смогла. Опять о том же говорю, Ваня, что сейчас Ксения не ждала мяч. Одной рукой. Думала, что он... А он как раз именно в ее зону. Я понимаю, устала. Она очень много отработала на первой линии. А вот это аут. Ну, вот это нам подходит. И мы сейчас передохнем. Второй технический тайм-аут у нас с преимуществом в 6 очков. Нам вот сейчас на пользу это абсолютно. Дело в том, что, Ваня, вот с такими командами, как ты говоришь, вот преимущество. С такими командами преимущество для нас это тоже очень опасно. Его нужно удерживать постоянно. Здесь оно как есть 6. Чуть вот там руку не подставил. Там не подождал мяч. Мяч увидел. Два-три неудачных розыгрыша. И тут же тебя наказал. Да. И все. И уже все минимально. Никаких. Никаких. Мне кажется, с любым соперником в волейболе надо на полной концентрации. Ну, особенно с этим, которая действительно очень сильная, очень амбициозная команда. Молодая. Мне интересно. Ну, должны сейчас разозлиться за речи. Самолюбие должно заиграть. Неужели их устроит отданный сет? Не знаю, не знаю. В этом плане интересно посмотреть, как заиграет, имея такое отставание в 6 очков. Вы правильно говорите, что оно не самое критичное, но, тем не менее, оно есть. Ну, что? Ну, он и счет такой. Если был он где-нибудь там 19. Да. Или 24. Да. А вот это, так что, давай, Маша. Главное, без ошибок. Ну, что, Мария Брунцева, опыт. Давай, Мария. Его величество, опыт должен себя проявить. Молодец. Не ошибается. Подала подачу. Хорошо. И теперь защита. Ну, да. Ну. Ба Выкина перебросила, просто перебросила блок. Анастасия, сколько скидок. Она просто как, видит, и смотрите, как она хорошо и удачно действует и грамотно использует эти скидки. Видит, что у нас там пустые зоны. И не нападает. Это тоже плюс нападающего. Хорошо, Ирина приняла. Эх. Побежали вроде бы. Малых побежала. Ну, очень сильный был удар. Ну, очень сильный был удар. Люба, удар у нее очень хорошо поставлен. Именно из этой зоны, с этой точки. И они уже сыграны все-таки с Лукомска. Ну, что, Ирина Лукомска. Да, с Ирина, они сыграны. И поэтому получается у них атака. Поднять, Немова, молодец. Ух, какая молодец. И Люба. Очень важно сейчас зависеть от защиты. Вот то, что я говорил, оно... Расстроено, Немова, потому что можно было это очко поднимать, это спасать. Мяч в защите. Это, считай, уже мы выиграли очко. Особенно, когда сложный мяч. Вот то, что... 12-17. Плюс 5 имеем пока. Хорошо, Ирина. Ой, молодец, Мишина. Развернулась, пробила. Хорошо. А мяч, прием был хороший. Как раз, видите, то, что в тройке... Все благоприятствовало при атаке. Мы мало играем в третьей зоне, потому что они нам не дают такой возможности. А все, что сыграли в третьей зоне, мы все выиграли. Это неожиданные удары, удар, взлет. Очень тяжело. Она зона продуктивная достаточно. Аут. Отправляет в аут гости. Как вы заказывали, 19-22. Уже все ближе. Да, да. Нам уже ближе к 25, как я всегда говорил. Гораздо ближе. Вот. Чем им. Поэтому нужно сейчас удержать. И у нас как раз сейчас Олеся на подаче. Ну, давайте, девчоночки. Вот сейчас просто мы не имеем права. Ни в коем случае, да, ошибаться. Не имеем права на проигрыш. Нет. Если ту партию, ладно, еще где-то она была неровненькая. Да, да. То вот здесь нужно... И там постановка. То эту мы взяли преимущество. Субами вцепиться сейчас обязательно. И хотя бы, хотя бы за одну партию. В этом матче цепляться. Интересно. Я все по-прежнему жду, как будет играть за речи. Неужели она в глубине души как бы уже согласилась отдать одну партию? Я думаю, нет. Тем более, что бог его знает. Там чем что-то не суть. Вдруг партии придется считать в конце сезона. Конечно. Нет, нет. Тут нет. Тем более Панков такой тренер мощный, сильный. Не позволяет даже... Ну, конечно. Его учитель Николай Васильевич Карполь. Он работал и в Сырловске. Никогда никто никому не отдавал ни партии, ни игры, ничего. И это... О, нет такого. Ах, Люба. Девчонки, ну держать надо. Конечно, он с этим не будет мириться. Видите, делает замены. И постоянно в игре с командой. Да, с Бог скорый. И мы увидим Николая Карполя. Ой, как же я хочу... 2 февраля. Чтобы он только не заболел. Нет, очень ждал Уралочку. И Николая Васильевича, чтобы он посетил Воронеж. И по возможности волейбольный центр в Лосево. Хорошо, девчонки, держать. Лукомская, перебрасываем без атаки. А вот сейчас отзащищаться. Ох, халилуева. 19-14. Плюс 5. Вот сейчас очень-очень опасно. Если сейчас... Ну, видимо, прекрасно это понял Илевон Джигинян. Потому что... Здесь уже... Тут мы можем занервничать. Мы можем сказать, что в метре от победы этой... Да. ...партии. Поэтому лучше... Но и гости. Снять немножко темпа и девчонок настроить. А то они уже... Может быть, даже где-то остановились. Вот там вот не разобрались. Мяч просто упал. И это плохой знак. Да. Это что-то значит где-то надломилось. Конечно. Команда же-то целая цепочка. Одно звено. И все. Как Альпинист. И все. И сразу она начинает сыпаться. Нельзя. Здесь нужно их опять взять в эту цепь. Ну вот, пожалуй, сейчас... Чтобы они работали единым, слаженным коллективом. И особенно концовка. Чтобы они работали командой. Сейчас во многом будет решающий момент. Сможем вот сейчас зарабатывать. Заработать 2-3 очка. И вроде бы там уже финишная прямая. Но если, не дай бог, сейчас отпустим... Нельзя ошибаться. Хорошо, Мишна, но... Ах, молодцы. Не дотянулась Бавыкина. 20-14 становится счет. Давай, Надежда. Ох, как опасно. Так низко летел прям. Так, все. Прошу, держим Мария и Пронина. Люба. Ну, вообще великолепный диагональный удар. Еще раз надо так же. Равченко, молодец. Молодец, Сеня. Какой хороший розыгрыш. Хороший, хороший. Она мощная. Она готовится к атаке. И видно, и у нее это получается. Атака это агрессия. Это не просто прогулка там. С мячом. С собачкой, да. С мячом. С мячом где-то, да. Работа, работа. Она там готова, оттягивается. И самый интересный, связующий игрок ей верит. Ирина ей верит и ей пасует. Поэтому правильно. Ну что, и снова не будет удачной атаки. Хотя нет, вот здесь. Но блок работает хорошо. Блок, да, был сейчас. Смотрите, спокойно. Молодец, Олеся. Нет, Шаранская подотянулась. Давай, давай, Ксюша. Ксюша, еще раз. Хорошо, да. Не стала бить сильно. И смотрите. Надломилось что-то как раз таки в составе Заречья. 22-14. И теперь мы уже в полуметре от победы. Ну да, мы достаем мячи в защите. Мы сейчас играем командой. У нас очень дружная игра. Сейчас хороший блок. То есть... Как раз то, что необходимо нам для выигрыша этой партии. Все. Внимание. Вот, все. Мяч смягчили. Уже можно играть в атаке. Ну вот здесь ладно. Простим. Она там, она сильно высокий блок. Она хотела. Но не надо было, конечно. Но простим. Ладно. Ну ничего, есть. Она и отработала. Это, наверное, первая ошибка. Я думаю, что да. А это для нападающего удара она в плюсе. 90% практически. Олеся, нельзя туда. Там не нет. Это очень. Уже не в первый раз нас с такой ситуацией наказывают. Ирина туда не допрыгнет. Потому что там 2-0-2. Два метра опыта, силы, мастерства. Да, да там одно преимущество. То есть во всем. Два метра преимущества. Да, да. Два метра красоты. Красоты всего. Волейболистки нашей, да. Знаменитой волейболистки. Юлии Меркуловой. О! Как хорошо, грамотно наш тренер сейчас. Ливон Адибега Джагинян сделал замену. Сбил темп. И мы получили очко и право на подачу. Да, Наталья Малых ошиблась. Ну и что, Люба. Смотрите, заработал блок. Да, опытная Мария. Молодец, Маша. Молодец. И 24-16. Хороший блок. И мы получили очко. Давай, Люба. Молодец. Хорошая подача. Ой, ну. Удар, да. Малых разозлилась. Удар Малых такой. Выдержала секундную паузу. Приложилась так, как надо. Что-то она прям решила как отомстить. Сама себе заплакую свою игру. Ну, боюсь, что этого очка в исполнении Натальи не хватит. Я думаю, да. Надеюсь. Мы тоже так думаем. Да. Ну, давайте. Ставьте точку. Очень хорошую надо. Жирную точку. Ну, не сразу. Не сразу. Ксюша, две ошибки уже дам. Это уже много для Ксении. Для нее. Она так играла стабильно. Теня. Не надо под себя, да. Давай. Играй с головой, как ты это для этого и делала. До этого. Ой-ой-ой, подняйте. Ну, Юлия Меркулова, да. 24-19. Нервничать уже начинаете? Да. Один шаг, девчонки. Один шаг. 24-19. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Собраться. Сколько мы знаем таких случаев, не будем говорить сейчас. Давайте сейчас верить лучше. А мы там будем только, да, на то, что сейчас она ошибется, и мы закончим эту партию. Или хорошо премьем и будем атаковать. Вот где-то каждый игрок, где-то там подскудно, я просто знаю уже. Уже решил, что он выиграл партию. Уже мыслями в четвертом партии. Но ее надо сначала выиграть. Да. Ну, так, поэтому, девочки, гоните мысли. Прям вообще забудьте то, что вы делали. Я думаю, что Леонид Викторович сейчас их выгнал. Хорошо. Да, да. Что долго еще не поселится. Да. Но надо, одно очко. Все, осталось ей не подать. Молодец. Вот то, что я говорила. Ирина Петровна, впервые ваши слова услышали наши соперницы. Ну, я же колдую уже три партии. Все туда, вращаюсь вверх. Двадцать пять девятнадцать. Прекрасно. Таким счетом заканчивается третья партия. Мы, наконец-таки, завоевываем выигрыш на хотя бы пока на сете. Сейчас проведи мы также еще и четвертую партию. А там его величество, случай, судьба. Не знаю уж, как хотите. Но, 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 но. Представьте себе, с каким настроем сейчас выйдет на четвертую партию Заречье. Но, представьте себе, уважаемый болельщик, с каким настроем выходим мы, с Ваней, на эту партию, с Иваном. С какими надеждами, с какими надеждами. Надежд сейчас очень много. Надежды у нас связаны сейчас. Но будем ждать. Остается только ждать. Ожидание, ожидание нам должно сейчас помочь. Ну, все, прибавляем. Очень много прибавили. У нас и в атаке, и на блоке мы сыграли хорошо. И прием. Защита немножечко, чуть бы постабильнее. Ну, процент, да, чуть ниже, да. Но все равно. Чуть-чуть защиту прибавили. И Ксения Кравченко, 6 очков, и Бронина, 5. Вот два наших лидера. Ну, мы на них и делаем, да. Брунцева, 1 очко. Но, тем не менее, она очень хорошо отрабатывает и на блоке, и в защите. Там большая нагрузка на блоке, конечно. И, главное, ошибки уменьшили. Всего 4 ошибки свои. Хорошо. Я думаю, что предыдущая партия была образцом. Прекрасно. И так или иначе, нам тоже сейчас сравнивать придется. И поэтому, если вдруг где-то начнем сдавать, сравнение будет не в пользу команды. Планку хорошо подняли в этом сете. И сейчас очень важно ее удержать. Но главное, что не в сухую, Вань. Уже мы выиграли партию. А аппетит приходит во время еды. Вот посмотрели, мать, партию. Хочется повторения. Ну, нам-то понравилось. Нам очень понравилось. Я думаю, что всем остальным, и мы сейчас все мысли будем направлять на то, чтобы нацеливать на победу. И зрители у экрана сейчас тоже самое. Я думаю, все хотят. Хотят хороший волейбол, увидеть хорошую игру. Потому что, смотрите, какие моменты розыгрыша. И в атаке, да, и в защите. Как интересно. И мяч держится. И, в общем-то... Ну, будем ждать. Хорошие моменты, да. Четвертая партия, счет 0-0. Четвертая партия у нас. Очень хорошая сейчас мелодия была. А ну-ка, девушки, а ну, красавицы. Это... Я хочу сказать о том, что... Хоть и вроде как женщина, женщине и девушке не делают комплименты. Но я считаю, что волейболистки это самые красивые девушки и женщины. Не буду с вами спорить. И среди игровых видов, конечно, я не беру гимнастику, фигурное катание, синхронное плавание. Ну, вообще, я люблю все виды спорта. Но я думаю, что среди игровых видов волейбол самый красивый, самый изящный. Да. И я думаю, что... Ну, потому что я его очень люблю. Я с 10 лет посвятила свою жизнь волейболу. Молодец, Олеся. Ну, и давай. Там и оспаривают, не знаю. Будут они просматривать, нет? Ну, мне кажется, была площадка. Ну, нам отсюда бы хотелось бы, чтобы было. Да, все-таки попросили, попросили. Давайте посмотрим. Посмотрим. Проверим ваше чутье, ваше волейбольное, профессиональное такое уже зрение. Ну, я еще такой, конечно, не могу сказать. Ваш взгляд где-то, если что, так, может, и подозринул чуть-чуть. Нет, я, конечно, очень хочу, чтобы воронеж вы их, поэтому я не объективный. Я со своим... Вот, видите как. Это я опять то, что сверху там увидел, что там... Харина Петровна, я боюсь, что команда сделает вас своим добрым талисманом. Я думаю, Маня, накануне крещения мы, может быть, с тобой дойдем до моря потом. Если выиграем. Рассмотрим. Я думаю, выиграем. Давай такую мысль свою там затаим, закрадем. Ну, можно просто в снегу ручки помочить. Решим. Давайте сначала выиграем. Давайте сначала выиграем. Хорошая подача. Отлично. Смотри, затруднили, да. Прекрасно. Но все-таки перебрасывает мяч. И здесь... А вот здесь не удалось поднять. Побольше, смотрите, уже третий атака в третьей зоне приносит очки. Надежда Мишина. Сейчас, я думаю, от Ирины очень много зависит. Она уже играла с Надеждой и с Любой Броня. Они уже сыграны. Они друг друга чувствуют. Сейчас чуть-чуть поострее, да. Надо сейчас Ирише действовать. И все получится. Ну, бронсовый нет. Все связки уже отработаны. Аут-аут. Прекрасно. И третье очко есть. Где за речь, я спрашиваю я вас, Ирина Петровна. Расклеилась. А это наша команда им нарезала свою игру. Это заслуга, да. Заслуга воронежской команды. Поэтому стабильности нет. Команда молодая. Поэтому прекрасно. И удача-то на нашей стороне, смотрите. Вот когда я играла, Ваня, вот такая подача считалась ошибкой. Поэтому я иногда вздрагиваю, когда летит очень близко. Ну, сейчас правила изменились. Но волейбол стал не менее интересен, чем был в наше время. Ой, смотрите, рискует, продолжает рисковать. И нам это приносит. И так низко летит над верхним тросом. Хорошо, Немова. Хорошо, молодец. Тройной блок, но ничего. Хорошо, дружно. Девочки, то, что я говорила, дружней командой. Страхуем. Умница. И Олесь Шаравская в пятую очко приносит. И заметьте, заводятся воронежские болельщики. И мы не слышим болельщиков из Подмосковья. Они шокированы. Они, может быть, даже уже на пол девятого себе там столик где-нибудь забронировали. Так сказать, отмечать сухую победу. А нет, смотрите, тут не то, что сухой. Тут вообще победа-то под вопросом. Не, ну у нас-то характер есть. Видимо, мы забронировали на девять. Мы-то передаем свой характер и командам. Поэтому я думаю, что тут только все начинается. Ой, дай бог, дай бог. 5-0. И столик переедет к нам сюда, в нашу комментаторскую кабину. Ой, Елена Петровна, сначала в снег, да, а потом за столик. Да, что тут только не сделаешь ради победы. Согласен. Ради нашей победы согласен. Я думаю, что и болельщики также вместе с нами, кто действительно фанат волейбола, особенно воронежского. Все, просто случайно включили. И я думаю, что они уже завелись. Я думаю, они не будут смотреть другие каналы. Не будут. Потому что сейчас там нет ничего интересного. Самое интересное, вот оно оно. Там всегда можно увидеть и повтор. А здесь... О, прекрасно. Не, ну вы посмотрите, да? Это на шестое очко. Все получается. Я все-таки делаю всегда ставку на ту площадку. Она мне там нравится. Хотя вот это тоже... Для нас сегодня каждая половина площадок... Для нас сегодня вот эта площадка счастливая пока. Наша арена. Наша арена. 6-0. Молодец, Ирина. Посмотрите, как стабильно подает. И еще затрудняет. То есть это просто, да. Сколько у нас там Шаравская? Подача 8, наверное. Сейчас я чувствую, Лукомская этот рекорд свой установит. 7-0. И очевидно, просто Панков сейчас нет лица. Не понимает, что происходит. Не понимает, действительно, что с командой. Хорошо, Немова. Молодец, Либера сейчас очень хорошо. Ну ладно. Все-таки вот здесь блок сработал. 7-1. Ну что за речье? Вам слово. Ольга Ефимова попытается положить начало перелому, может быть. И ошибается. Прекрасно. Просто прекрасно. Просто чудесно. Нам это как раз и нужно. Фантастика. Самое главное, чтобы не остановиться в нашей команде, Ваня. То, что я боюсь до 25 далеко. Только не бросить играть раньше времени. Держать себя в этом состоянии. Это называется игровое победное состояние. Это немаловажно. Кто бы мог подумать, даже первую партию вспомним. Можно ли было предположить, что в четвертой партии за речи будет проигрывать 1-8. Нет, конечно. Нет. Но это еще раз доказывает, что спорт это... Самое интересное в спорте, как я всегда говорю, это его непредсказуемость. Непредсказуемость. Ты никогда не знаешь, чем закончится. А женский волейбол особенно непредсказуемый. Мужской непредсказуемый. Мы это знаем по Олимпиаде, да, в Лондоне. Это наша сборная. Хорошая сборная. А женский волейбол, он настолько непредсказуемый. Он на любых состояниях. Чемпионаты России, Европы, Мире. Просто клубные команды. Или перед все там города, или области. Здесь команда может поменяться полностью, как будто это другая команда. Там за речи, а здесь в Воронеж. А нам-то хорошо, там в Воронеж, а здесь в Воронеж. А по игре уже и не понимаешь, где действующие победители. Победитель Еврокубков, да? Да. А где дебютант Суперниги? И сейчас преимущественность на сегодня. Вот. О, молодец. Только думала, самое главное подачу подать. Она не то, что подала, она выиграла еще подачу. Ну, это можно объяснить только неким нервным спадом. Да, да, да. Вот такими нервами. Потому что уже не... То есть решение не понимала, как принять правильно. Мяч улетал, да, мяч улетал. Она в ней готова. Растерянность какая-то, что ли. 9-1. Ну, да, разрывной блок. Ну, там, конечно, у нас Наталья Малых. Это действительно лидер атак. Она на сегодняшний момент, наверное, да? Сейчас посмотрим. В нынешней игре у нее хороший процент. У нее стабильно. По 4 очка в каждой партии. Ну, и она в такие моменты переломные как раз вот и... Атакует. Ой, девчонки. Вот сейчас спокойнее. Вот сейчас давайте приходите в себя. Не надо. Вот сейчас надо прям это... Каждый розыгрыш, как последний. А, Люба, отлично. Молодец, там Люба. Там Люба. Там Люба, и мы спокойны. Та зона у нас просто вся закрыта. Там Люба только грамотно дать передачку выше сетки. И все. Она обработает. У нее тоже практически стабильно. Почти без ошибок. То, что мы смотрели по статистике. Да мы это и так видим. Так, атака высоко будет сзади. Вот туда. Хорошо. Хорошо, Надежда. Обычно такая передача, она близко не атакуется, потому что... Так, и девчонки давайте. Она отведена от сетки. Хороший Люба. Люба. Ну, Люба, это же Люба. Но и Заречье. Нет, хотел сказать, что Заречье это Заречье, а нет. А Люба это Люба. Люба и Надежда дарят нам веру в успех. Как я сказал. Да, Ваня, ну просто как романтично-то сказал. Вообще. У нас имена какие даже в команде. Действительно, как раз Любовь, Надежда. Хорошо, поднимаем. И волейбол. Они просто настолько вот сейчас... Как единое целое. ...объединились, да. Ах, ну ладно. Ничего. Ничего, пока можем. Можем себе позволить. 11-4. Да, 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 да. Играть, играть, кричат болельщики Заречье. Надо играть. Да, у них уже... А игра пока не получается. Да, ладошки у них устали. Сейчас нашим не останавливаться. Нет, нет. С такой командой нельзя расслабляться. Вот. Хорошо, нормально. Вы знаете, вот даже глядя сейчас на Фетисова, вот не подала и все. И отчаяние, и паникла сразу. Да, они молодые, они ломаются. Они еще себя не могут держать стабильно в игровом состоянии. То есть они... Но когда ты сразу забываешь свои неудачи. Конечно, когда ошибки, то они сразу реагируют. И потом ворочают еще больше. Но нам это на руку. Кравченко ваша любимая. Кравченко сейчас, да. Сейчас Ксения. Молодец. Если где-то она там что-то и косячит. Так, сейчас молодой жаргон. Молодежь так говорит. Да, то сразу же поправляется. То она тут же отыгрывает. Да, она у нас там атаковала в блок, да, со второй линии. Были, были. Мы все помним. В прошлом сети ошибки две там и было всего. Она сейчас отыграла на блоке. Ну ладно. Вот, конечно, там можно было понадежнее в защите сыграть. Да, да. Мяч такой... Такой несложный. Да, можно было принимать. Надо опять понять, потому что я говорю, нужно ждать мяч. Любой игровой ситуации. Мяч надо ждать. Смотреть на него глазами. Гипнотизировать. Плюс восемь. Сеня, молодец. А я почему еще за нее болею, Ваня? Я сама играла в четвертой зоне. Ваша позиция, да. Я знаю, как там надо играть. То есть там очень грамотно играть, когда по первой зоне. Это мой был коронный удар. Потому что от блока в аут и все. Здесь уже болельщики, стена и зрители. Ничего не сделаешь уже. Ничего не сделаешь. Но нужно выйти под мяч. Главное готовиться к надопадающему удару. Ой. Ну вот за те свои супер моменты. Она тоже сейчас чуть-чуть так это... Сеня, сейчас ты должна отыграть за... На блоке, да. За эту ошибку. Защита в приеме. И сзади. Защите. Потому что мы-то в тебя верим. Ты лидер. Хорошо. Ирина нам помогла. Ну, ошиблась, да. Молодая. Молодой игрок. 1995 года рождения. Конечно, у нее еще все впереди. Но и может быть этот возраст такой уже... Когда уже, да. Уже играет и стабильно в составах. Не получилось. Ай, Олеся сейчас не оттянулась. Прям мяч в ее зоне. Ну, чтобы этот мяч нужно было поднимать. Можно было, да. Опять не ждала мяч. Не ждала, Олеся. Нельзя, нельзя. Концовка. Ты капитан команды. Ты лидер. Ты на этой линии должна отработать практически без ошибок. И взять на себя игру. Нет, что там получилось. Садится мяч, да? Да, мяч прям упал. Вообще даже никто не среагировал. Садится на площадку. Но опять-таки понадеялись. 15-8. Какой опасный досчет. Очень опасный. Ох. Ксения Кравченко решила помочь Ире Аллилуевой, Ира Аллилуевой. И в результате... Екатерина Ефимова вновь. Давай, Света, я в тебя верю. Услышь меня, пожалуйста. Услышь меня. Воспитанница воронежского волейбола. Светлана. Молодой игрок. Тоже очень красивая волейболистка. Давай, Светочка, давай. А вот здесь аут. Практически тот же самый подачу исполнила. Но вот в прошлый раз удалось. Прям положила тютелька в тютельку в линию, в площадочку. А здесь ошиблась. Но ничего. Нам только проще. Нам только от этого... Второй технический, на который мы уходим с достаточно комфортным преимуществом. Плюс семь. Понятно, до двадцати пти далековато. Но еще дальше от заветной вот этой величины, от этой планки, заречья Одинцова. Сейчас главное свою подачу так же подавать, как Ирина. А сейчас Ирина у нас пойдет на подачу. Насколько я смотрю по расстановке. У Камская. Сейчас мы посмотрим. Да, сейчас посмотрим. Будут вернуться на площадку. Она была во второй или в третий? Во второй, по-моему, да. Она должна сейчас пойти на подачу. И, ну, не будем просить много подать для начала. Да, хотя бы, чтобы на... То есть, ну, с другой стороны, практически не ошибались, что уже хорошо. Да. Очень уверенно провели. Да, вы абсолютно правы. Ирина, на подачу. Человек, который принес нам... По сути, сделал вот этот отрыв. Да, да. Там она подала в 8 или в 9. Королеву вот в 4-й партии, да. Давай, Ирочка. Ну, подай только. Просто пока подай. Подай, подай. Умница. Подала и затруднила. Да, вот эти вот ее подачи, конечно. Ой, хорошо. Одеваться некуда. На самом деле ситуация простая. Вот как описать партию, да? Лукомская подает, Пронина забивает. Либо другой вариант. Лукомская подает, Кравченко забивает. Все, идеальное сочетание и снова. И снова приходится брать тайм-аут. Да, мы заставляем нервничать за речь Одинцова. Да, и при счете 17-9. И Вадим берет перерыв, Панков. Вадим Анатольевич Панков берет второй свой перерыв. Потому что, да, команда Воронежа сейчас действует довольно-таки... Единым ядром, единым коллективом. И очень сложно действовать против такого коллектива. У них сейчас заработал блок. Пошла игра, когда вот мастерство... Вот когда азарт, не знаю, что первостепенно настроили мастерство, но когда оно и то, и другое вкупе, вот оно дает результат. Еще, Маня, вот этот отрыв огромный, еще есть такой кураж, вот это я люблю выражение. Потому что есть волейболистка, даже, может быть, чем-то и не уверена, но она уже смело действует, потому что есть запас и есть... Бесстрашие есть такое в глазах. Да. И это всегда очень положительно. Ох, вот этого я боялась, конечно. Ну, это тоже, может быть, элемент куража. Знаете, есть обратная сторона. Да. Вот когда чуть-чуть перехлестывает. Вот здесь, может быть, вот будем считать, что здесь... Переборщила. Переборщила, да. Ну, счет 17-10. Ну, в принципе, нестабильная подача у Веры. Будем надеяться, что она ее не подаст. Нет, подает. Подала. Ну, Ира приняла хорошо сейчас. И Суховерхова. Света, я в тебя верю. Укладывает площадку мяч. Как ты выходишь на площадку, я верю. Самое главное, чтобы верила ты в свои действия и в себя. Все, сейчас подать. Потому что перед тобой не подали. Ты обязана подать. Знаете, какая мысль меня сейчас посетила. Помните, на старте чемпионата у нас из-за травмы выбыла Олесь Шаравская. Да. И без Олеси вообще команда не играла. Вот не был. Сейчас, но, видимо, вот настолько уже заматерела команда, что Олеси нет, а реально работает единый коллектив. Даже без капитана. Знаешь, что капитан наблюдает за стороны. Конечно. Вот это как раз-таки фактор командной игры. Да, потому что если без капитана разваливаться самой команде, как, ну, в любом деле, да, там, на корабле, в любом действии, там, бригадире или, там, производстве, то это какое-то идет, уже ты подводишь. Ты-то для чего здесь рядом был? Что же ты так все время будешь за лидером? А тут она абсолютно спокойно. В поводке там сидит, да. То есть ты должен тоже выходить и на финишную прямую вместе быть. Ох, конечно. Бабыкина. И хорошая была доводка. 19-12. Прием был хороший, тут в третьей зоне игра была бесспорная, конечно. Очень маленький счет, девочки, нельзя, нельзя, нельзя. Сейчас прием и сыграть бы через Любу Пронину. Нет, Кравченко будет. Ну, Кравченко тоже, ну, и там и Пронина готова. Пронина на другой плаве. И сокращает 19-13. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то начинает нас, по крайней мере, меня уж точно одолевать определенного рода волнения. Это очень опасный счет. Опасный счет. Надо сейчас обязательно принять и отыграть мяч. Они, видите, как затрудняют. Видишь? Ой, вообще за антенны. И что, не пора ли брать тайм-аут Ливону Джигиняну? Нет, пока заменой попробуют. Пока попробуют заменой. Бирюкова. Да, чуть-чуть передохнет сейчас Ксения. За нее проработает Оля Бирюкова. А на подаче по-прежнему у нас Ирина Фетисова. Люба. И Люба начала ошибаться. Вот. Вот он тайм-аут. Ожидаемый тайм-аут. 19-15. А потому что два лидера начали ошибаться, и мы проиграем. Убрали Ксению. Люба куда-то стала переводить. Этот вообще мяч, передача была не для перевода в пятую зону. Конечно, она попала в антенну. Да. Передача была немножко за антенну. Только сюда в диагональ или в ход. Но только не в линию. Вот она выводила, куда она выкручивала. Это вообще не очень-то ее, вообще-то, коронный удар. И что важно, если сейчас Панков явно вводит какие-то тактические, да, перестроения, то Ливон Дзебегович просто вот дает передохнуть, дает собраться, дает выдохнуть. То есть видно, что по сути игра идет. Просто нужно перестать нервничать, перестать ошибаться самим. Да, да. Хорошо, молодцы. Попали с Марией, да, попали они? Ну вот. Правильно. Ну ничего сыграются, да, Мария Брунцева. И так, да, как раз вовремя нужен был вот эта атака. Теперь удержать подачу. Понял, да. Подачу удержать. Хорошая подача под заднюю линию. Ну, молодец Бирюкова. Перебрасывает, конечно. Можно было поострее сделать атаку. Уже минус четыре. Я никогда не забуду, смотрел, если помните, матч с Амичкой, когда был тайбрейк. И уже на тайбрейке, там почти при равном счете, 12-12, по-моему, берет тайм-аут Ливон Дзебегович и говорит, девчонки, мне нечего вам сказать. Просто работайте каждый, как умеете. Не думайте, делайте то, что умеете. Тогда нам это не помогло. Должно помочь сейчас. Ну да, здесь просто действительно делать, выполнять. Оп, молодец. Мяч в игре, да. Тут надо забивать. Блоком может быть. О, они ошибаются. То есть, да, да. Но все тяжелее и тяжелее зарабатывать очки. Уже усталость в концовочке. Прыжок уже не такой. Вытягиваются, вытягиваются. Надо напрыгивать. Прыгать и собрать всю свою волю кулак. Не надо беречь силы. Девочки, они вам не нужны. А тайбрейк? Ну, в смысле, я имею в виду, потом не нужны. Отдохнете завтра. На сегодня надо, конечно, сейчас нужны. На таймбрейке нужны. Сейчас, конечно, нужны на эту партию. Не берегите себя. Не берегите. Не жалейте. Включите. Мощь, мощь. Покажите. Сейчас должна быть самоотверженность. Такая воля к победе. И только... Не, ну какая воля, если ты балл подает? Ну куда? Ну как можно ошибиться? Ладно, давайте раньше времени не будем паниковать. Не будем. Вернулась Ксения Кравченко. Как-то, когда Кравченко на площадке поспокойнее, может быть, отчасти. Плюс четыре. Ну вот, прекрасно. То есть, не только мы. И безгрешные гости. Ирина тоже ошиблась, да. Баранкова Ирина. Ошиблась, молодой игрок. Да, ну, конечно, где-то. Мандраж, возможно. Может, боязнь ошибиться. В результате подачи подолова вот. Нам подать главное. Ну, там Мария, да, она опытная. Она не должна. И вот сейчас осторожно. Ой, подняли, молодцы. Молодец, 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 Люба. И Суховенкова. Света, молодец, ты лучшая. 23-е очко есть. Еще, Светлана, давай. Еще всего два очка, и мы на тайбрейке. Думай, думай, да. Не торопись принимать решения. Да, и в то же время ты сегодня хорошо работаешь, действуешь хорошо в атаке, грамотно. Давай, Светочка, концовка. Ой! И сразу 70 баллов получает команда Воронежа. Я не знаю, что вот, что тут говорить. Тут надо просто сейчас, не знаю, молиться. Если вы искренне верите, как и мы, в Бога, в то, что он на наши сегодня страны. Давайте зажмем все кулачки. Наш опытный чемпион мира. Подала отлично защищаться. Но здесь Суховерху к стране поднять не смогла. Один сетбол отыграли. Ефимова. Да, что Екатерина. Екатерина, да. Красивое имя. Подача. Облизал мяч. Давай, Светлана. Нет, тройной блок. Тройной блок сложно было. Да, там сложно было. Тройной блок, хоть сложный, там, хоть и не самый, может быть, высокий, но мастеровитый. Нет, никак. Петисова, Павыкина. В общем, сборная России сейчас на блоке работала. Да, да, да. 24-19. Ух, приняли, да. Ой, хорошо! Смотрите, как борются. Смотрите, какая... Спасают. Ну, давай, молодец! Молодец! Вот это Ирина! Ирина Лукомская сделала этот сет! Как она прыгнула в концовке! Обычно связующий игрок не атакует здесь. Если уже, да, связующий игрок забивает, то это говорит о том, что сегодня... Молодцы, молодцы, молодцы. Молодцы. Блестяще! Мы выходим на тайбрейк. У нас, как минимум, одно очко есть. Да, но очень хочется победить. Да. По сути, если вспоминать, чем-то. У себя играет, да. Чемпионат. Это всего лишь второй пятисетовый поединок у нас. Первый поединок мы уже вспомнили. Это была Амичка. И тогда физически не хватило. Чуть-чуть не хватило. Вот дай бог, чтобы у нас остались силы. С другой стороны, у нас есть Шаравская, которая, в общем-то, свежа, потому что не так много у нее работы сегодня. Она там сейчас в танцовочке отдохнула еще. И вполне возможно, что если будут физически сдавать лидеры, то у нас есть наша такая темная лошадка вот по этой игре. Но с другой стороны, в Воронеже 50-х поединков мы в этом сезоне не видели. А вот дома не было еще. Но ведь играем за Речья Одинцова. Фантастика, друзья мои. Я думаю, если вы сегодня, переключая канал, и предпочли наш телеканал, то вы ни капельки не пожалели, потому что матч-то на загляденье. Вспоминаем игру с Ленинградкой, где выиграли. Но по эмоциям, я не знаю, в разы эта игра уже точно привношла. Мы тогда-то чуть было с вами, Элина Петровна, не выскакивали на площадку. Ну, у меня, например, мышцы уже болят. Я играю в защите на приеме, и ноги постоянно под столом куда-то у меня двигаются. Да и у тебя тоже, Ваня. Я и защитник на атаке, да. Ой, ну если что, пойдем на подмогу мы. Да, ну мы по крайней мере вот здесь... Ну, очко мы уже точно заработали. Да, одно очко у нас точно есть, но еще раз повторяем. Вот там сверху мы его там молили, молили, вымолили с тобой. Но чтобы обходить Ленинградку, надо два. Надо два. Ну что? Хорошо. Блок, да, блок, атака. Блок, да, и атака, и ошибок по минимуму. Подача Лукамская, начало какое, да, у Ирины. Ирина сделала дело, да. И прием у нас уже улучшился, в общем-то. Ну, показатели шикарные. Показатели шикарные. Главное, что ошибок минимум. Да, и потому мы выиграли с преимуществом. Я думаю, что... Понятно. Сейчас очень важно начало. Короткая партия до 15, да, очень короткая партия. Вот тут ошибки, точно каждая будет на место золотом. Самое главное сейчас игра лидеров. Грамотно, да, построить игру через Пронину и Кравченко. Олеся Шарабская должна быть как капитан. Просто рядом, чтобы коллектив ее чувствовал. Она стабильно подать, принять, атаковать. На блоке у нас Мария Брунцева. Очень важно. В трое, в третьей зоне, да, как раз ее игра важна. Я думаю, что Мария сегодня уж точно понравилась болельщикам. Я думаю, да. Нам понравилось. Да, с болельщиками удалось. Действительно, лидер, опытный игрок. Но ничего, вот сейчас, сейчас все будет ясно. Вот сейчас такой экзамен. Знаете, у людей сейчас зимняя сессия, вот у нас тоже сейчас экзамен еще тот. Уже все. Все, что выучили. Все надо сейчас продемонстрировать. Уже все, ни шпаргалки, ничего не помогут. Все, что знаешь, выходишь и играешь. Все, что умеешь. 0-0. Пятая партия. Воронеж против Заречья Одинцова. Одиннадцатый тур. Молимся. И все как с нуля. Желаем победы. Сейчас очень важно, да, прием. Подготовиться к приему. Хорошо. Дружно. Грамотно. Ждем мяч. Работаем командой. Хорошо. Страховать друг другу. Помогать. Молодец, Олеся. Ой, молодец, Ксения. Очень важное начало. Вот о чем я говорила. Олеся, как капитан. Она дала, как бы там, как заводила. То есть она задает. А если я ничего не ошибаюсь, по-моему, первое очко брали во всех партиях. Мы, ну, наверное, там в третье разве что, наверное. Мы практически вели всегда. Всегда вели. Иногда бывало. Кое-где. Недолго, но... Ну, это как черная-белая полоса. Но должно чередоваться. Вот как сейчас. Очко заобработали, очко потеряли. Здесь, конечно, Наталья Малых, член сборной команды России. Очень перспективный игрок. Прошу обратить внимание, как я и говорил. Да. Сейчас полностью весь основной состав, конечно. Все лучшие. Лукомская, Шарапская, Мишина, Пронина и Кравченко. И Кравченко, да. Основной состав в полной составе. Он и должен сейчас как раз очень хорошо... В самый ответственный момент они должны сейчас проявить себя. Завершить игру и портию. Ой, молодец, Аллилуйя. И я думаю, сейчас давай, Ириша, от тебя много зависит. Пронина молодец! Люба Пронина. Люба, мы в тебя верим. 2-1. Мы в тебя верим. Верим. Держись, держись. Девочки устали. Теперь все силы, пожалуйста, вкладывайте в прыжок. В прыжок. Он уже садится, поэтому нужно постоянно напрыгивание мощное. Олеся, на подаче все хорошо. Технично. Но! И вроде бы Лукомская была и Пронина. Люба должна была оттянуться. Можно было до поднятия. Для защиты. Нельзя. 2-2. Занимайте свои места. Готовьтесь к мячу. Готовьтесь к приему, к защите. Ждите мяч постоянно. Ксения. Ай! Там низкая передача была. Там невозможно. Там не пробьешь. Она даже не успела бы играть. Попытаться, но все-таки не получилось. Удар в блок это не считалось ошибкой, когда пишут японские статисты. Удар в блок это ошибка защиты. Я тоже так считаю, почему не подстраховать такой мяч? Ой, Люба, молодец. Люба, мы верим же в тебя, верим, по-прежнему верим и будем верить. Всегда будем верить. Если не верить в любовь, во что в этой жизни верить? Какие мы сегодня сентиментальные и романтичные. Игра такая сама располагается. Так и хочется говорить о хорошем. А мы о плохом не говорим. Мы уже с собой очко заработали и команда наша. Да, все вместе, вы правильно сейчас сказали. Вот смотрите, Лукомская подняла, но там на задней линии некому было подстраховать, чтобы вытянуть этот мяч. Вообще волейбол, игра такая, она неравнодушных людей. Здесь флегматичных не может быть. Так же, как и игроков, болельщиков, комментаторов. И сразу все становятся частью команды. Конечно, волейбол это игра, азарт. Во-первых, это игра с мячом. 3-5. И главное, динамика, всегда динамика. Движение. Потом здесь вообще развивается все. Ты работаешь с мячом. Ты и гимнастика, у тебя акробатика, и все в куче. И мяч летать должен, и прыжки, и силовая подготовка. Сейчас смотрят детишки. И родители. Трех-пяти лет. Родители. Вот не сомневайтесь. Только волейбол. Только волейбол. Я вам просто гарантирую, вы не пожалеете. Вы потом сможете заниматься любым видом спорта, пройдя волейбол. Ну, вернемся на площадку. Тут не все может быть удачно, но... Ух, прекрасно. Как раз удачно. Мария, вот опыт. Опыт. Она ее прям притянула, как магнитом, к себе в руки. Да, только я сказал, что оторвались на два очка, как тут же Сократия и Люба. И Любовь Пронина выходит подавать. 4-5. Так и хочется спеть, Люба, Любовь моя. Да. Хорошо затруднила. Теперь в атаку. Хорошая. Мы получили право на атаку. И на Кравченко скидку. Сюша, Сюша, прыгай. Но Либера там на месте. Ошибка, да. Ошибка, конечно. Да, ну, он крутился, конечно. Нет, была ошибка. Нет, Вадим, она тоже была ошибка. На самом деле была ошибка. 5-5. Надо не спорить, надо играть, девчонки, за речием. Надо играть почище. Тем более она игрок сборной команды России. Нужно технически грамотно выполнять элементы. Ах, поднять! Да, срывается уже голос, эмоции уже запредельные. Как мы хотим одержать эту победу просто. Мы хотим до сих пор. Но мы не забываем, что короткая партия до 15. Ай, Мария, Мария. Она задумала, это хорошо, но там-то у нас всего два нападающих. Ясно, что... 5-7. Все, лимит ошибок исчерпан. Надо догонять. Аут, спасибо большое. Спасибо большое. Говорим мы нашему... Восемнадцатому номеру Ирине Воронковой. Да. 6-7. У нее нестабильная подача. Да, она молодой игрок, поэтому ошибается, конечно, в таких ситуациях. Ой, молодец. Ой, молодец, Немова. Света, Света, я с тобой. Ну, все хорошо было задумано, но вот не получилось. Не получилось. Хороший удар, обводящий блок. Ну, там и блок хороший. Она, конечно, еще не умеет такие обыгрывать. Но умеет, умеет. Это она что-то сейчас... Она где-то сейчас переосторожничала и проиграла. Мне так показалось, что она какая-то добрая. А нельзя быть доброй в атаке. Тем более, да, когда такой матч. Атакуй, смело, Светуля, смело. Давай, смелей, смелей. Иди к мячу. Старайся его поймать в высокой точке. Ты его забьешь. Не толкай его. 6-18. 6-8. 6-8, да, прошу прощения, Лея Петровна. Я уже начинаю заговариваться. Уже все. Не, ну если 18 в нашу пользу, то нормально будет. Мы уже выиграли этот матч. Прекрасно. Смотрите, Ирина у нас за блоки играет. Камская. Я просто уже сама голос скоро потеряю. Ой, молодец. Давай. Света. Отлично. Ирина Петровна, держимся. Но здесь. О-о-о. Уже переходим на крик. На крик. На рычание на какое-то ваня. 6-9. Друзья, 6-9. Давайте, болельщики. Кто поклонники волейбола Воронежского. В зал заводить. Поболейте у экранов, да. Подойдите к телевизору. И покричите вместе с нами. Ой, молодцы, девчонки. Подняйте и забейте. Света, нет, это трусы, Света. Такие не проходят в концовке. Обидно. В тот момент, когда нужно завестись и уже была-не была, может быть, играть в каких-то эпизодах. Не надо осторожничать. Лихо, лихо надо действовать. Порой размашисто может быть. Сейчас надежда на то, что команда не подаст. Катя подала. Подает. Так. Так, Ирина, отлично. Хотел же было сказать, не поднимай, Ирина. Вау, должен улетать. И все правильно. Мария Брунцева. Хорошо. Поднять, так, отлично. И что, на Шаравскую очень острый там угол, тяжело. Но подождем, мяч в игре, Ирина Петровна. И не скажешь, что опять-таки возвращаясь к игре, самичка вот устали. Где-то что-то не получается. Где-то вот, знаете как, не на пять, а на четыре. А на оценки в четыре не хватает. Луна где-то, да, фарта, где-то везение. Здесь вот, понимаешь уже, Вань, здесь есть, тоже были-были такой вот, в принципе, игрой уже немножко уравнялись. Понятно, тем превосходит. Но еще и везение, тоже немаловажный фактор. Вот сейчас, но почему Олеся не рискнула под мяч броситься? Видите, да, получается, что... Ведь прямо летел в сантиметрах пятидесяти. Но в то же время, почему команда выигрывает, значит, та команда сильнее. Ну, а может быть, с другой стороны, это и справедливо. Наверное, вот сегодня даже одно очко в игре с Заречем будет для нас результатом выдающимся. Очень хорошая игра, очень хорошая игра. Да, и где-то правильно не хватило, потому что, ну, там команда, она хоть и молодая, но она постабильнее, она посыграннее. И она, конечно, нашим надо допрыгнуть на уровне индивидуальности. Они бой-то проходят на передовой, а наши-то еще... То есть все уже порох нюхали, а мы только начинаем нюхать его. Но еще с другой стороны, может, мы рано с вами так вот уже подводим итоги. Ну, в пятре тут очень тяжело, когда 15 и разрыв такой, это практически с такой командой, да, тут... 7-13 уже. Как говорится, нужно говорить, смотреть правде в глаза, да, то есть ничего и то, молодцы, достойно. Но с другой стороны, после вот того, пяти с этого поединка с Амичкой последовало, что победа над Ленинградкой. Конечно, конечно. Потому что такие поединки, хоть и отнимают физически невыносимое количество сил, но заряжают-то они как. Конечно, что они могут. Вот сейчас приедет к нам Уралочка, и мы дадим ей бой. Так нам еще в Протон ехать, а с Протоном мы обязаны играть. Да. Время в Саратов ехать. Прямик в Саратов ехать. Да, конечно, сложно, но я думаю, что... Но мы тогда, вот как вы говорите, это не та была команда. Да, а может быть, действительно, с Протоном мы сейчас сыграем. У нас добавилась и Мария Брунцева, и уже они... Ну, по-моему. Увы, уже что-то уже не то. Не, ну, они просто, да, тут уже... Это тот самый случай, когда класс начинает говорить ось сам за себя. Превосходство игроков, конечно, они мощные и технические, и молодые, и у них и сил побольше. И видно, что они, конечно, тоже амбициозные в хорошем смысле этого слова. Мы все равно боремся до последнего. Но, увы, Ирина Федисова ставит точку в этом потрясающем поединке, который действительно показал, что при всех наших проблемах, при том, что занимаем мы десятое место, мы не зря в Суперлиге. И Суперлига нас многому научила. И мы... И подтянула нас. И сегодня уже не дебютант был такой, робкий дебютант, который боится всего и всех, боится двукратной чемпионки мира. Мы никого не боимся. Мы сегодня в двух партиях просто, ну, не хочу сказать разгромили, но задавили, додавили противника. И пусть на тайбрейке чуть-чуть не повезло, но пусть это будет тот случай, что везет сильнейшему. И преломили игру, Живань. Да, мы, может быть, не сильнее еще за речи, но то, что мы и не сильно проигрываем за речью, это факт. Как вы думаете, вот что бы сейчас вы, будучи главным тренером, сказали команде? Нет, во-первых, девчонки молодцы. То, что они сделали сегодня. То есть я думаю, что ругать их не надо сильно сейчас. То, что мы сейчас не являемся командой и девочками для битья под ноль, это уже игра налицо. Вот. Все остальное, конечно, каждый может где-то в каких-то моментах еще прибавить. Но уже радует. Как бы там ни было в пятой партии Светлана Суховеркова, но она сегодня хорошо работала. Синя, Кравцова, Пронина, Люба. Мария Брунцева хорошо вписалась в коллектив. Люба Пронина сыграла свою игру. У Камска, Ирина, в общем-то команду. Все молодцы. Да, команду. Они сыграли свою игру. Это их уровень. Поэтому где-то выше, ниже они. А вот так. Молодцы. Я бы сказала, что они молодцы. Ну что ж, а я хочу сказать, что молодцы сегодня с вами все мы болельщики. И, конечно, Ирина Петровна, как он, олимпийская чемпионка, которая сегодня верила до конца в эту победу. И практически эта победа нам удалась. Ирина Петровна, спасибо вам большое за работу сегодня в нашем эфире. Ждем вас 2 февраля на матче с Уралочкой. Я думаю, что вы сейчас от лица всей нашей группы поблагодарите команду. Ну а мы с вами ждем экспресс-интервью в Микс-зоне. И передаем слово Ольге Шаповаловой. Рядом со мной игрок команды Заречья Наталья Малых. Наташа, ну, во-первых, поздравляем вас с победой, но все-таки не далась она вам легко. Для команды, которая выигрывала Еврокубки, ожидаема была такая игра с аутсайдером? Здравствуйте. Конечно, это, я считаю, позорная игра нашей команды. Мы ехали за тремя очками, не зима. Нам сейчас нельзя терять очки, потому что мы стремимся попасть в тройку. Прокомментировать я не могу такую игру. Это ужасно. Вот, судя по первой партии, казалось, что вы от соперника камня на камне не оставите. Били из разных позиций. Что случилось потом? Почему команда растеряла все свое преимущество? После перерыва, какой-то, второй партии, все посыпалось, мы потеряли концентрацию. Начали делать свои ошибки. И повалились на приеме, отсюда следуют все остальные ошибки. Но все равно, спасибо вам за такую красивую игру. Удачи вам. Это была Наталья Малых, игрок команды «Заречье». Спасибо. Спасибо. Ну что ж, продолжаю репортаж, продолжаю уже в одиночестве. Вон, вижу, как сейчас Ирина Петровна и благодарит за отменную игру. В первую очередь побежала, конечно, к команде гостей. Поблагодарила тренера, с которым тоже знакома. Ну а у нас снова микс-зона, где продолжает работу Ольга Шповалова, Ирина Аллилуева у нас. И мы готовы передать им слово. А сейчас рядом со мной игрок команды «Воронеж» Ирина Аллилуева. Ирна, несмотря на поражение, все-таки спасибо вам за хорошую, красивую игру. Боролись до последнего. Вообще, честно говоря, судя по первой партии, казалось, что мы уйдем отсюда рано, причем не в пользу «Воронежа». Как вам потом удалось подобрать ключи к этому грозному сопернику? Правильные какие-то кардиационные направления тренеров. И, наверное, более лучше узнали игроков. Ну и так более дружно стали играть. Какие-то замены произошли. Ну, точно так же с тренерской стороны. Ты имеешь в виду, узнали получше игроков команды соперника? Да. Так-то мы их изначально разбирали. Но все равно на поле по-другому выглядит все. Потом сравняли счет, и все-таки осталась последняя, пятая партия. И что вот здесь не получилось? Обидно очень. Ну, здесь мы очень много сами отдали, сами не ошибались. Наш личный ошибок много было. Ну, и, конечно, как-то не добили их до конца, наверное. А все равно не оказались. Спасибо вам большое за красивый волейбол. Очко завоевали. Удачи вам. Всего хорошего. Это была Ирина Лилуева, игрок команды «Воронеж». Ну что ж, друзья, подходит к концу наш репортаж. Репортаж о матче, который бесспорно станет украшением всего этого сезона. Я думаю, если такой яркой, потрясающей по накалу страсти игрой мы начинаем спортивный год в Воронеже, то представьте себе, каким этот спортивный год получится. Я благодарю вас за внимание. Призываю еще раз завтра прийти сюда, в зал, поболеть за наших мужчин, которые проведут повторный поединок с Новокуйбышевской «Новой». Ну а девушки у нас уезжают на выезд 25 января. Играем мы с «Протоном» сюда на площадку. Вернемся 2 февраля дома. Проведем поединок с «Уралочкой» под руководством легендарного господина Карполя. Ну а наша следующая трансляция. 25 января, в следующее воскресенье, мы покажем вам поединок нашего мужского кристалла против автомобилиста. Ну а на сегодня мне остается только еще раз поздравить всю нашу команду, поздравить, естественно, за речи Одинцова. Ну и, конечно, поблагодарить всех игроков за яркую, потрясающую победу. Ну а всю нашу аудиторию, всех наших зрителей поблагодарить за внимание, за то, что болели бесспорно. Ваш вклад в эту победу сегодня есть. И он огромен. Ну что ж, спасибо вам. Спасибо за то, что были с нами. Вечер спорта на телеканале «Губерния» подошел к концу. У микрофона работали Ирина Макогонова и Иван Косякин. Оставайтесь на ТВ «Губерния», ведь мы знаем о спорте все. ТВ «Губерния» подогнал «Симон»! Рождественские распродажи в магазине «Раут Светильники». Только в январе скидки до... Здравствуйте! Из контекста разных событий, которые происходили в первую рабочую неделю года, вычленим самые яркие, добавим личные впечатления журналистов, которые эти события освещали, плюс комментарии экспертов и получим 24 минуты о том, что не должно пройти незамеченным. Итак, в контексте. У журналистов Воронежской области на этой будничной неделе праздник продолжался. По традиции 13 января отмечается День российской печати. Дата выбрана в честь начала издания в этот день, еще в Петровские времена, первой печатной газеты «Ведомости». В Воронеже по традиции уже десяток лет в этот день чествует лучших журналистов. Определяет лучших ежегодный областной конкурс. Его итоги, как правило, становятся известны накануне Нового года, а сразу после новогодних каникул Акул-Пера сначала торжественно награждают в правительстве региона, им вручают почетные грамоты, а уж затем приглашают в один из ресторанов на торжественный банкет. Заходить и мешать празднику мы не будем. Как правило, коллегам-журналистам удается не так часто повстречаться вот в такой...